Добрый день всем. Я сегодня буду говорить в микрофоне, хоть это и не очень удобно, у меня просто не очень хорошо с горлом. Если я буду кашлять, большую часть презентации будет еще хуже, чем с микрофоном. Рад всех приветствовать. Спасибо, Оля, за представление. И одна только поправка. Я, в общем, не являюсь генеральным директором. У Дотарта нет генерального директора. У Дотарта есть множество разнообразного начальства, которое занимается самыми разными вещами. Но меня можно в этом качестве иногда использовать, как и некоторых других начальников Дотарта, которые работают давно. А вообще я называюсь дженерал менеджер. Какое-то абстрактное название. Она отражает то, что я занимался в компании самыми разными вещами. Наверное, всем, кроме продаж, я за время своей работы уже 15 лет Дотарте перезанимался. И спасибо всем, кто пришел сегодня вовремя и почти вовремя. Мы сразу и начали, потому что сегодня нужно будет собраться с духом. И несмотря на то, что воздух кончится и так далее, в общем, сильно включить голову. Потому что, в отличие от других презентаций, которые я делал до этого, эта презентация довольно связная. То, что я буду рассказывать в начале, будет иметь непосредственное отношение к тому, что я буду рассказывать в конце. И если в голове это каким-то образом получится соединить, то пользы получится много. То, что будет в конце, оно все равно будет хорошо, но оно будет непонятно. Но для начала обязательно два слова про нашу компанию. Мы такой коллектив, который когда-то родился в Нью-Йорке 16 лет назад. 15 лет назад открылся первый офис в Петербурге. С тех пор DataArt расширяется. Сейчас у нас примерно 900 человек работает. И сейчас Vector ушел в Украину. У нас есть офисы в России, в Санкт-Петербурге и Воронеже. Больше там офисы не открываются. Зато в Украине открылось уже много офисов. В Херсоне, Харькове, потом в Киеве, потом в Днепропетровске и в Одессе. И DataArt компания, в общем, занимающаяся нехитрым бизнесом. Мы занимаемся офшорной разработкой. И, наверное, похоже на множество других компаний. Ну, единственное, мы отличаемся, наверное, тем, чем мы пытаемся дифференцироваться. Наш главный девиз быть по возможности расслабленными и не осложнять жизнь нашим сотрудникам сверх того, как это делают клиенты. Ну, с клиентами уж как повезет. Вот. А сам DataArt старается быть компанией поддерживающей. Ну, я расскажу немножко сегодня в презентации, что это означает. Ну, вот, наверное, и все. О чем же сегодня пойдет речь, собственно? Три главных составляющих. Первая составляющая – это какие-то эмпирические факты наблюдения, которые существуют в объективной реальности. Я предложу какие-то их описания и взгляды, но, тем не менее, они существуют объективно. И даже если что-то непонятно на внутреннем уровне, даже если для чего-то дойти очень трудно, то в это можно просто верить. Этому посвящена здесь картинка с Нильсом Бором. Я думаю, все примерно знают, кто это. Это человек, который разобрался быстрее других в том, как устроено атомное ядро. И один из отцов-осналожников квантовой механики, вот у него над входом дома, у него висела подкова. И все его спрашивали, для чего подкова? Он говорил, для счастья. Его спрашивали, неужели вы в это верите? Он говорил, нет, не верю. Но говорят, она приносит счастье даже тем, кто в нее не верит. Вот многое из того, о чем я буду рассказывать, оно достойно некого позитивистского подхода. И это можно попробовать, даже если в это не верить. Второй человек, который, собственно, главный контент в сегодняшнюю презентацию принес, это Клэр Грейвс. Это американский ученый, который работал преимущественно во второй половине прошлого века. И он был психологом, социопсихологом и собрал огромную базу наблюдений и, что еще важнее, экспериментов. Вообще, в последнее время я увлекаюсь теми людьми, которые были университетскими преподавателями очень много лет и позволяли себе экспериментировать. У нас ведь есть в психологии вообще проблема. И в бизнесе она, потому что чистый эксперимент поставить невозможно. А эти люди имели у себя подопытных. Когда мода на копание в мозгу с помощью инструментов прошла, то единственными существами, на которых можно ставить эксперименты, оказались студенты. И вот над многими поколениями студентов некоторые исследователи ставили множество экспериментов, пытаясь проверить свои гипотезы. Вот Клэр Грейвс один из них, еще один Белбин, которого, может быть, читали, может быть, когда-нибудь я о нем расскажу. И та теория, которую он здесь излагает, она претендует на то, чтобы быть достаточно эмпирической. То есть, построенной на наблюдениях, фактах, обобщениях. И в его собственных трудах достаточно много материалов, которые заставляют думать, что это действительно так. Это некая научная, это гуманитарная, но научная основа. И научный метод там точно присутствует. И будет немножко отсебятины, не в каких-то претензиях на новое обобщение или новые выводы, но в иллюстративном материале, некоторых интерпретациях и моих мыслях о том, как это можно представить к делу. Ну а вот таким лейб-мотивом сегодняшней презентации может послужить фраза, которую я вытащил из детского фильма. Называется «Ночь в музее». Кто-нибудь его смотрел? Да. Ну, достаточно много народу смотрело. Человек, наверное, 20 подняли руки, значит, человек 40 смотрел. Вот. «Ночь в музее» — это детское и фантастическое кино. Там участвуют разные персонажи. Здесь в кадре главный герой, который совершает большой духовный прогресс в течение этого фильма. От полного идиота до, в общем, приличного более-менее человека. Обезьянка — восковой президент Теодор Рузвельт, который воплощает мудрость в этом фильме. И обезьянка Капуцин, которая вредная, умная и хулиганистая. И главный герой с обезьянкой враждует весь фильм. В конце фильма обезьянка бьет главного героя, главный герой бьет обезьянку, они начинают драться. На что Теодор Рузвельт говорит «прекрати». Главный герой говорит «ну почему он же первый начал?» Он говорит «неважно, кто эволюционировал». Очень длительное время эта фраза у нас дома использовалась, особенно во взаимоотношениях с ребенком и всякое такое. «Кто эволюционировал?» — это такая мантра по поводу того, кто должен совершать шаги для понимания второй стороны, для успокоения ситуации и так далее. И вот это будет лейб-мотив, чем мне больше всего нравится теория Грейвза про спиральную динамику. Это тем, что она посвящена как раз эволюции человека, эволюции нашего мышления. И еще два маленьких момента. Я был в трудном положении, я писал анонс этого мероприятия до того, как закончил подготовку презентации и до того, как внимательно перечитал всю книжку, переработал какие-то еще материалы, провел эксперименты в Питере на коллегах. Как же еще? И поэтому все, что обещано, оно будет, но порядок поменен немножко для того, чтобы, как мне кажется, было лучше и удобнее это понимать. У вас у всех есть маленькая раздаточка, картиночка с цветами. Она как раз появилась после замечаний, сделанных в Питере, что трудно запоминать. Вот я сейчас три раза буду рассказывать там одно и то же. По мере моего рассказа можно подсматривать в эту штучку. И потом, когда я закончу, я это буду делать достаточно быстро, чтобы мы сегодня уложились какое-то время и перешли к конструктивной части. Опора для памяти может быть в виде этой бумажки. Потому что, по моему опыту, те, кому начинает нравиться вся эта наука, которую я здесь рассказываю, выучивают вот такую терминологию, цветовую кодификацию где-то на второй-третий день. Естественно, сегодня запомнят ее только самые, как бы сказать, обладающие наилучшей памятью. Итак, сегодня я буду рассказывать про спиральную динамику. Я про нее уже достаточно сказал. Но, тем не менее, это, в общем, феноменологическая, научная, гуманистическая наука. Что мне не нравится? То, что в ней предлагается типизация очередная. Все люди поделены на какие-то категории. Но типизация необычная. Во-первых, она матрешечная. То есть предполагается, что одни типы включают другие в себя. И, во-вторых, она динамическая. То есть предлагается, что люди меняются по ходу дела. То есть, понятно, что все неизменно на очень короткой перспективе, все меняется на очень длинной. Вот эта спиральная динамика сбалансирована на средней перспективе. В течение маленького числа лет в человеке могут наблюдаться серьезные изменения в этой динамике. В этом смысле типизация динамическая. И несколько слов мы скажем о том, как этим пользоваться. Мне очень нравятся базовые принципы, которые вошли в эту классификацию. Во-первых, идея в том, что, конечно, описывается некое развитие человека. Но развитие — это не что иное, как адаптация. Потому что нет какого-то идеала. А в каком направлении происходит развитие, куда ведет вектор этого развития. Вектор идет не от плохого к хорошему, не от крутого к крутому. Он просто идет от простого к сложному. Мы все бываем в разных ситуациях. В простых и в сложных. Чем более сложные конструкции предлагает теория, тем более к сложным ситуациям они относятся. Тем не менее, это означает, что в простых ситуациях не нужно забывать про простые конструкции, которые являются под множеством этих сложных. Это уже очень важный посыл всей этой философии. Ну и к тому же, это, в общем, непростая книжка, поэтому о ней хочу порассказывать. Я первый раз услышал про спиральную динамику лет 7 назад на какой-то там открытой сессии. Потом слышал еще 3-4 раза, пока, наконец, не решил, что мне нужно это дело осилить, попытаться как-то приставить к делу. Потому что в спиральной динамике есть большая польза, но корни науки лежат не в бизнесе и не в точных науках. Это социология, культурология, психология. И, соответственно, даже базовую книжку читать было очень тяжело. Это единственная переведенная на русский язык книжка доступная. Потому что там бесконечные отсылы к культурному контексту, героям Америки второй половины прошлого века, к сериалам, которые шли в 80-е годы прошлого века в Америке. И только в 20% они попадают в те cultural references, которые есть у меня. В остальных случаях я не понимаю, о чем идет речь. Мне нужно идти в Википедию или не идти, или пытаться догадаться и всякое такое. Вот большая часть усилий, которые я потратил, я, когда готовил эту презентацию, я пытался подобрать иллюстративный материал, который ближе к нашим контекстам. Может быть, мне это удалось, может быть, нет. Вы посмотрите по ходу дела. У меня большая просьба. Прерывайте и задавайте вопросы сразу. Тут много всего нового, да, и воздух кончится, к концу всех прибьет. Вот, поэтому если вы возбудились и хотите что-нибудь спросить, лучше спросите сразу. Я буду гнать довольно быстро сейчас вот первую часть презентации. Если что-то непонятно, если что-то кажется спорным, сразу меня тормозите, прерывайте, можно кричать с места. И еще немножко сразу загрузки. Одно единственное, там есть некоторое количество новых слов. Я сейчас про одно новое слово скажу, потому что без него никак. Это слово «цемем». По-английски «вимем». Слово это пришло из всякой там популярной куртологии. В частности, там Докинс его придумал. Само слово «мем». Сейчас оно часто встречается в интернете, описывая какую-то фразочку, которая прилипает к людям и начинает путешествовать по интернету, обозначая что-то большее, чем она сам. А Докинс эту фразу предлагал, что «мем» — это некий выраженный речью код, культурный код, который передается от человека к человеку, аналог гена. И порождает много чего. Ген внутри нас строит какой-то организм, в нем наложена наша жизнь, рост, созревание, смерть. И все это заложено в нашем генном коде. И реализуется оно в течение всей жизни. Непонятно до сих пор науке каким образом. Как устроен ген, мы знаем. Геном наш. Расшифровали его уже. А как это работает, до сих пор понять не можем. То же самое вот эти мемы. Они каким-то образом проходят. Вот V-мемы — это в точности эти генные коды V-мемы. На русский язык в данном случае оно перевелось даже лучше. Потому что C-мем — это означает сразу ценностный мем и цветной мем. Потому что последователи Грейвза придумали обозначать уровни цветами. Поэтому будем говорить C-мемы. Вот C-мем — это что-то такое, непонятное нам, неописываемое ничем, какой-то скрытый генный код, который приводит к возникновению в нас всего много разного. Материальные культуры, стили мышления, наши ценностные системы, то есть то, в чем мы уверены, привычка, стили и так далее. Но на самом деле, вот просто примите это в данном случае сейчас на веру. Не пытайтесь сразу закопаться, что же этот термин означает. Это просто вот, мы будем говорить, что вот разные цветовые C-мемы, когда это просто разные аспекты существования человека и социумов, объединения людей и все. Вот с этим будет проще. Дальше на конкретных примерах будет понятнее, потому что вот есть там типа 8 плюс каких-то там C-мемов, которые они выделили, может быть их будет больше. Но более глубокие детали можно идти уже читая книжки. Вот важная посылка. То, что в нас присутствуют аспекты, вот у всех, кто сейчас собрались в эту аудиторию, у нас уже внутри есть аспекты, соответствующие всем C-мемам, всем типам, всем уровням и так далее. А они уже встроены. Другой вопрос, что проявляем мы их в разных ситуациях, в разных направлениях по-разному. И об этом вся теория. Не о том, как люди превращаются из куколки в бабочку, а о том, как они проявляются и как они реализуют те механизмы, которые уже в них заложены. И еще важная вещь. И вот на картинке нарисовано, я уже говорил, что вектор направлен от простого к сложному. Вот что такое сложность? Сложность можно понимать тем, кто увлекался теорией хаоса и всем, что с этим связано, как вот ту самую философскую сложность. А тем, кто не увлекался, можно понимать сложность глубоко, утилитарно. Это просто размер умножить на разнообразие, умножить на изменчивость. То есть задача тем сложнее, ситуация тем сложнее. Чем большую систему мы пытаемся рассматривать, чем она разнообразнее, неоднороднее и чем быстрее она меняется. Вот с возрастанием этих факторов мультипликативно увеличивается сложность и в соответствии с этим направлен вектор спиральной динамики. Ну, теперь к интересному. Первое. Утверждается, что человек по ходу своего развития проходит через какое-то количество состояний. Новорожденный ребенок, в силу того, что голова и так уже плохо пролезает через родовые пути, рождается сильно недоделанным. И первый год, а то и чуть больше своего существования, он, в общем, не очень приспособленный к жизни, абсолютно зависимый от окружения и ведет себя весьма-весьма примитивно. Если он хочет есть, он кричит. Если он хочет спать и не может, он кричит. Если он что-нибудь болит, он кричит. Он требует, пока не удовлетворяет свою потребность. Даже трудно понять, от чего он кричит, но он целенаправленно идет к удовлетворению своей потребности и не может даже никакую конструкцию построить, как это все работает. Родители разным образом называют новорожденных детей. Мы своего называли овощем. Но, тем не менее, это действительно определенная фаза. По идее, эта фаза должна пройти внутри мамы, но невозможна по техническим условиям. И этому уровню развития соответствует бежевое мышление. То есть чисто животный, физиологический уровень, который соответствует только базовым потребностям. Голод, холод, выживание, созревание, добавляется еще секс, безопасность. Дальше наступает следующая область в развитии ребенка. Ребенок начинает понимать, что все его проблемы решаются с помощью мамы, папы, других членов семьи, которые приходят и решают проблемы. И он понимает, что он часть этого семьи. Как бы без этих людей его проблемы не решатся. Он еще не понимает, как они решают, какими способами. Но он знает, что точно нужно кого-то из взрослых получить, желательно из родных и близких, которые решат его проблемы. Он чувствует себя неотделимой частью семьи. Он страшно переживает, когда остается один, когда расстается с мамой, переживает, когда расстается со всеми. Вообще катастрофа. Начинает все равно привлекать все внимание. Это вторая фаза. Фаза, когда ребенок еще не понимает, что он есть. Он понимает только свои проблемы и потребности. Понимает, что они решаются вот этими большими взрослыми, любимыми людьми, которые ему помогают. Он их искренне любит, он в них искренне верит. Он не отделяет себя от них. Следующая фаза лет с трех и позже. Наступает, когда ребенок начинает соображать, что его магия действует хитрым образом. И он может пытаться заставить тех самых до этого любимых божественных людей делать то, что ему нужно. Он уже понимает, что он это он. У него есть свои желания, у него есть свои потребности. И он начинает мерить, насколько он сможет всех вокруг себя нагнуть. Истерики, капризы, крик, конфликты и все такое. Это определенная фаза созревания. И вот в этой фазе ребенок понимает, насколько его магия сильна. Он обнаруживает, что вокруг него люди от него зависимы. И в зависимости от темперамента, в разном масштабе и с разной степенью экзальтации, он испытывает свои инструменты. Самоосознание, да, оно совершенно правильно между фиолетовым и красным у ребенка. И как-то оно случается. Я на самом деле не специалист по детской психологии. Я сейчас рассказываю конспект того, что он говорится про детей. Это не противоречит моим собственным наблюдениям. Все, что я могу сказать, я не помню, что со мной было в три года. Наблюдая за своим ребенком, других я в таком возрасте особо много не наблюдал. Я могу сказать, что действительно, вот эта вещь, она происходит с тем, что ребенок отделяет себя от семьи. В какой степени происходит этот процесс, как он себя осознает и так далее, я не знаю. Наверное, это не принципиально для нашего сегодняшнего разговора. Но что важно, что он не то что себя осознает, но он себя осознает как отдельное существо со своими потребностями, отделяет себя от других. У него уже точно есть я и не я. Следующий уровень синий. Значит, в ответ на выяснение границ, ребенок узнает, что границы есть. Не всего он может добиться своими капризами. Ему объясняют, что есть разные правила, что есть разные процедуры, есть правильные и неправильные вещи. Многие дети в этой фазе узнают правила и понимают, что они обрели еще большую власть над миром, потому что они знают, что правильно, что неправильно, как надо, как делать, как не надо делать. Вот здесь нарисована такая девочка, которая там все правильно расставила, медвежонку научила правильно себя вести за столом. У тех, у кого это проявляется сильно в детстве, пытаются быть правильнее всех самых правильных. Вот в этом возрасте я себя уже более-менее помню. Я искренне удивлялся, почему в вино и сигареты не добавляют яд, чтобы все плохие люди, которые пьют спиртное и курят, не умерли. Умерли бы и мир стал лучше. Потому что у меня было черно-белое мышление. Я доводил у себя в голове до абсурда в этой фазе все базовые идеи. Вот это вот синий уровень, когда появились правила, и появилось понимание правил, самых правильных правил, и попытка взрослых приучить к правилам каким-то. Но это длится не всегда. Уже к школьному возрасту начинает появляться понимание, что на правил это правилами, но внутри правил есть всегда игра какая-то. Есть возможность соревноваться, есть возможность выделяться, добиваться какого-то успеха. У кого-то получается наслаждаться самим процессом игры, кому-то нравится выигрывать. А сам процесс игры не нравится. Но идеи соревнований, идеи достижения лидерства оказываются очень важны. Вот здесь нарисовано то, что игра в футбол, нужно играть по правилам. Дальше дети продолжают расти. Это уже трудно сказать в каком возрасте, у кого как проявляется. И появляется понимание, что хотя я и играл, я играл по правилам, и вроде как я уже не пытаюсь победить каждого, а мне нравится сам процесс игры, мне нравится мой собственный успех. Но такие важно еще порадовать. Приятнее играть с теми, кому нравится играть. Приятнее заниматься каким-то делом, когда ты делаешь это с единомышленниками и всякое такое. Возникает желание позаботиться об окружающих хоть как-то. Оно возникает в очень разном возрасте. То есть в каких-то таких базовых проявлениях, оно возникает довольно рано. Пишут, что лет 7. После младшего школьного возраста или с 10-11, лет 10-11 точно должны какие-то приходить элементы. Но тем не менее, иногда альтруизм включается в довольно поздних фазах. Например, у меня он точно появился годам к 30, например. В полный рост. Зато очень сильно. Дальше дети кончились. Потому что дальше начинаются те уровни, которые авторы методики перенесли в отдельный уровень. Это какие-то цемемы, которые являются макроуровнями во всей этой динамике. На желтом уровне люди начинают осознавать окружающие их как некий процесс изменений. Начинают осознавать людей как разных, но как взаимосвязанных. И у них появляются какие-то убеждения, принципы. Почему-то они хотят чего-то в этот мир принести. Почему никто не знает. Но они начинают менять мир. Вот здесь нарисован персонаж, которого я могу отнести к этому желтому уровню. Людей, которые мыслят системно и которые что-то меняют в мире. Это Деминг. Эдвард там как-то еще Деминг. Я про него очень люблю рассказывать. Он принес в наш мир идеи и качества. Он начал проповедовать сразу после Второй мировой войны. Был непризнанным гением в Америке. Поехал в Японию помогать японцам. Помог им там так, что Япония порвала весь мир своими товарами и так далее. Потом его позвали американцы спасать. Он помог американцам. Американцы как-то подтянулись. И в общем он использовал один формат. Четырехдневные семинары. Сформулировал 12 принципов Деминга. Которые были некоторые актуальны и по сей день. В наших широтах почти все актуальны. Но для всего мира они все были актуальны именно в тот момент. И Деминг фантастически, четырехдневными семинарами, он совершал геополитические процессы. Причем его роль во всем совершенно важно отметить. По этим признакам я могу отнести его к мыслителям желтого типа. И книжка самая хорошая не его. Его самая знаменитая книжка «Как нам выйти из кризиса» или «Выход из кризиса». Она довольно занудная. А вот книжка про него, называется она «Организация как система». Очень хорошая. И как раз она описывает его как системного мыслителя. Это про желтый уровень. И наконец потом приходит бирюзовый уровень. Бирюзовый уровень это такое просветление, депрессонификация, такое дзенское мышление, восприятие мира как чего-то целостного. Переход к понятиям ноосферы и ко всему прочему. Во мне совсем мало еще этой просветленности. Поэтому я совсем абстрактно буду говорить про бирюзовый уровень. Но тем не менее проблески этого возможны. И иногда можно пытаться понимать, как это работает. Бирюзовых людей довольно много. Зато почти все божественные личности, которыми люди поклоняются, имеют признаки бирюзовости. Синергия или синергия. Я не знаю, как правильно ставить ударение по-английски synergy. Это когда части, соединенные вместе, в динамике дают что-то большее. Это когда мы объединили что-то, смешали и получили больше, чем сумму всех частей. Оно начало работать лучше и эффективнее. В нашей практике мы столкнулись с этим всегда. Иногда четырех посредственных людей можно собрать в команду. Эта команда порвет всех. Даже команду звезд. Потому что они друг друга дополняют. И каждый счастлив заниматься своим делом. Все друг другу благодарны и т.д. А звезды могут, если у них есть какие-то там дефекты, какое-то время потратить на споры о том, кто из них будет чем заниматься. Значит, что интересно, что все эти вещи открываются в людях. В разной розости, в разной степени, в индивидуумах. Но эти же цимемы, эти же свойства, будучи собранными вместе, приводят к образованию определенных культур. Эти культуры довольно четко появлялись в исторической динамике. На самом деле, как работают цимемы, это очень похоже на то, как происходит намагничивание металла. У меня физическое образование, поэтому много аналогий приходит оттуда. В металле есть какие-то дипольки, которые болтаются как угодно. Если он попадает в магнитное поле, они все выстраиваются вместе, образуя домены. И кусок железа намагничивается. То же самое и здесь. Цимемы, распространяясь в обществе, постепенно настраивают общество и делают его более-менее моноценностным. Появляются общественные разделяемые ценности, идеи, представления. На бежевом уровне находились наши древние предки. Их никто не видел, от них осталось мало остатков, но почему-то считается, что они были на бежевом уровне. Такими животными потребностями. Захотели поесть, пошли поохотились, захотели отдохнуть. Пошли поотдыхали и всякое такое. Дальше. Фиолетовый уровень. Фиолетовый уровень уже очень интересен, потому что он соответствует появлению племен, всяких тотемов, шаманов и так далее. Люди заметили взаимосвязь между ними и миром, увидели изменчивость в мире, осознали, насколько мир имеет над ними власть. И, естественно, захотелось породниться с этим миром. Поэтому мозг уже научился делать причинно-следственные связи, но еще не научился правильно из них выделять. Это до сих пор для нас характерно. Мы видим связи причинно-следственные гораздо больше, чем стоило бы. Но тогда люди это делали интенсивно. И из-за этого они образовывали такие сообщества. Например, мы клан волка. Почему мы пойдем убивать клан оленя? Потому что волк ест оленя, и потому что нам это правильно. И это кажется логичным. Не потому что мы можем. Не потому что нам хочется есть или еще что-то. А почему нужно вызвать дождь? В прошлый раз шаман плясал, дождь пошел. Вот шаман, если пропляшься достаточно долго, дождь опять пойдет. И всякое такое. До сих пор кланы образуются большие семьи. Духовное сродство – это главное, что греет людей. Быть частью чего-то общего, быть частью клана очень прикольно. Вот здесь есть примеры. Первый – это до сих пор дожившие какие-то там северные народы со своими шаманскими ритуалами и с миром, населенным духами, тайными силами и еще чего-то. А вторая картинка, она довольно старая, но феномен есть до сих пор. Это ирландские путешественники или ирландские цыгане или пэви. Это там многодесятитысячная народность такая, какая-то этнос маленький, который распространен в основном в Великобритании. И вы могли видеть, кто смотрел фильм «Большой куш». Там Брэд Питт играл как раз представителя этой народности. Они живут до сих пор, а мне они интересны тем, что, во-первых, прикольно само по себе. Люди до сих пор живут в каких-то, ну, раньше в кибитках, да, теперь в прицепах, машинкам. Ведут вот такой вот клановый образ жизни. И чё ж, собственно, они не хотят другого. Я увидел интервью чемпиона мира по боксу, который как раз был… Пэви его спрашивает, собственно, ну, ты чемпион мира, чувак, у тебя теперь много денег. Чё ты живешь под лондонским мостом? В твоей семье там плохо, там шумно, там грязно, да, чё тебе квартиру не купить? Ты же можешь, он говорит. Ну, конечно, могу там, и многие покупают. Но я вижу, что после того, как ты купишь себе отдельную квартиру, ты не можешь вести тот же образ жизни, который мы ведем здесь. Я задыхаюсь. Я не могу зайти в соседний вагончик, я не могу пообщаться. Мне тяжело, я не хочу. Поэтому, несмотря на наличие у меня денег, я буду жить вот таким образом в жизни. А грязь, шум и так далее – это цена за тот образ жизни, который мы поддерживаем. Позиция. То есть не факт, что он не может измениться, а его оценки – хорошее, плохое – это отдельная тема. Но, тем не менее, он чувствует это сродство и может его артикулировать, да, и как нечто настолько ценное, за что он готов платить большую цену. Как бы потом, когда фиолетовые, в общем, как-то обжились, и несмотря на то, что их причинно-следственные связи замусорены, они придумали свои календари, поняли цикличности, еще чего-то, да, все-таки, хоть и не в неправильном базисе, они сумели описать мир, начало что-то наживаться, как бы началась конкуренция, и очень важными стали вожди. Вождизм, сила, умение правильно привести за собой, они были подняты на флаг. Уже не самый старый, самый умный, самый наблюдательный был вождем, а может быть, самый сильный, самый волевой, самый решительный. Ну, например, субкультура, про которую, наверное, больше всего мы читали, слышали викинги какие-нибудь, да, там, ну, мы такие крутые, мы всех можем убить, поэтому все рабы, там, как бы, те, кто гребут и убивают, те и есть правильные люди, а все остальные не хотят грести и убивать, они второсортные. Ну, там, эти упоения берстерками, их религия сволгалая, да, там, типа, что там можно будет убивать друг друга всю жизнь, как бы испытывать это, ну, всю послежизнь, да, то есть вечность. Это очень круто. Ну, вот, викинги – это такая красная культура, да, основанная на том, кто круче всех, кто главный, кто сильнее. Вот, это основа красного цемема. То есть красный цемем весь про поединок, про то, кто круче, образует иерархии, но иерархии не какие-то, основанные на каких-то законах, а иерархии на тех, этих я боюсь, а эти боятся меня. Тюрьма – это типичный социум, основанный на красном цемеме, да, там блатные мужики, там, да, и все, что там ниже, да, сам только по наслышке, слава богу, узнаю про все это. Вот, но тем не менее, очень похоже на это, да. Свобода очень важна в красном, свобода, но не свобода в понимании высоком, да, а свобода от чего-то. Мою свободу ограничивать имеет право тот, только тот, кого я, в общем, опасаюсь, кто сильнее меня, кого я признал. Все остальные – это, как бы, не имеющие права люди, и я должен сбросить это с себя, как бы, да, обрести от них свободу, не должен вестись на это. Это интересно. Значит, ну, вожди нажили, как бы, да, вожди научились стареть, вот, и понимать, что, в общем, неплохо было бы каким-то образом сохранить за своими, как бы, какие-то нажатые богатства, ну, и плюс много народу, конечно, полегает в бесконечных поединках, да, поэтому появляются правила, появляются механизмы, каким образом обуздать-таки этот красный вождизм, навязать правила и объяснить. Приходят, как бы, смыслы какие-то, которые даются людям. А в чем смысл, да? Не просто там, типа, смысл в том, что я сильнее всех, я и есть смысл, как бы, да, нет. Появляются какие-то внешние смыслы, которые узаканивают чью-то власть, текущий порядок вещей. Ну, например, как вот это проникает, да, хороший пример, как шла эволюция – это появление дуэльного кодекса, да. Поединка уничтожить очень трудно. Сначала мы предложим вести поединки по правилам, потому что это позволит эффективнее вести поединки. Окей, красные готовы принять до определенной степени правила. Только когда вошли правила дуэлей, пришли правила поединков, можно ввести правила, которые запретят поединки, и добиться соблюдения этого правила, и покончить, наконец, с взаимным истреблением, там, знаете, да, как это было во Франции. Ну, Теремушки-Терры читали, наверное, почти все, как бы, да, там вот. Как раз все это описывается. Ну, вот с Римом ассоциируется первый серьезный наплыв такой, который дожил до нашего дня. Все это было, конечно, и в Египте, и во многих других цивилизациях. Но Рим до сих пор весь исписан над теми. Сенат там и народ Рима с пикюар там буквами. До сих пор римское право изучают все юристы. В Риме придумали много правил. Это не значит, что все остальное ушло, но время это пришло, да. Но правила, как бы, они потом захватывают землю, да, и потом, когда пришли религии, и религии набрали силу, религии ведут, сейчас зачастую, к обретению смысла, но, с другой стороны, к потере динамики. Потому что, что было хорошо вчера, то будет хорошо и сегодня, и ничего нам больше не надо. Ну, Средневековье — это типичный длительный и застойный период, да, когда считалось, что Аристотель все, что нужно, придумал. Ну, в общем, дальше только благословие, теософия и всякое разное. Всем остальным заниматься не надо, материального научного прогресса не надо, потому что на смысл в служении Бога, а все остальное будет там после жизни. Поддержание статус-кво любой ценой. Ну, и в какой-то момент почему-то выясняется, что, а может быть, прикольно такие как-то границы раздвинуть, полюбопытствовать, посмотреть что, и открываются каналы оранжевым людям, которые начинают делать что-нибудь интересное. Это не обязательно так уж замечательно происходит и весело, да, конечно, там кто-то кричит, она вертится и заплетает телескопы, но люди реально ходили там в анатомические театры посмотреть, что у людей внутри, да, и вот познание становится самоценным, тот, кто узнал быстрее других и круче всех, он молодец. Идет развитие оранжевого уровня. Что интересно в оранжевом? То, что оранжевый очень ориентирован на личности, на выдающиеся личности, которые двигают все вперед, особенно на фоне синего. Ну, те, кто интересуются, там наиболее яркий всплеск оранжевого, это Медичи сделали в Италии, да, когда там целая культура Ренессанса выплеснулась в Европу, ученые, художники, причем все очень талантливые, до сих пор говорят, человек эпохи Возрождения. Это как раз про того, кто исследует, разбирается, приходят границы, смешивает все. Вот сейчас, допустим, если кто-то читал книжки там по маркетингу, по развитию организации, стратегии Голубого океана, это в точности про оранжевые вещи, про идеи Возрождения и всякое такое. Да, ну вот, собственно, оранжевые, это путешественники, это, ну, путешественники разные, от конкистадоров до, там, и Ермака, до, там, тех, кто потом вернулся с рассказами, не знаю, там, как, Никуха Маклэя кто-нибудь, или, забыл, в общем, как Марка Пола, да, который то ли ездил, то ли нет, но классно рассказывал. Вот, всякие, всякие такие персонажи, вот их обычно относят к оранжевому цемему, да, сейчас я просто пытаюсь накидать какое-то количество фактов и ссылок, для того, чтобы можно было как-то в этом ориентироваться, да, большая, конечно, главная работа тому, кому покажется, что в этом есть смысл, она домашняя для того, чтобы об этом почитать. Я говорю, я читал книжку с большим напряжением, недели три, и, в общем, не требовалось усилия, чтобы это хорошо догнать, и то оно у меня сейчас в голове лежит уже хорошо, но не идеально все равно, вот. Дальше наступает зеленый уровень, да, когда оранжевые понимают, что как бы они не соревновались, не создавали новые, не создавали лучшую жизнь для всех, все равно, если кто-то там наживает, кто-то не выживает, да, если в оранжевых нормально, мы преуспеваем, а эти не хотят, эти не преуспевают, эти там планктон, неимущие, недостойные и так далее, то появляются идеи такие того, что, в общем, все люди важны, все люди интересны, да, без множества потребляющего там фланктона не работали бы там экономики, не было бы богатых, не было бы успеха и всякое такое. Люди начинают сильно переживать о других, вот, пытаются быть заботливыми, пытаются защищать наш мир, и появляется идея эгалитаризма, то есть равенства, да, когда начинают у людей переживания, что, что же эти богачи, эти беднеи, да, это приносит множество замечательных вещей и приносит множество сомнительных вещей, там, коммунизм во многом имел зеленый оттенок, да, Greenpeace, например, это замечательная затея, как защитить наш мир, но зачастую она принимает тоже довольно экзальтированные формы. Зеленые добрые и заботливые, но в своей заботе они тоже могут доходить до достаточно крайних форм, едва ли не до терроризма. Вот, желтый уровень в социумах приписывают как раз к прошлому веку, особенно к эпохе нового прогресса. Первый, может быть, маленький всплеск его, ну, такой еще очень сильно на сине-красных, оранжевых механизмах наблюдался до Великой депрессии, а вот после Великой депрессии, да, случился очень мощный накат желтого уровня. Значит, и желтый уровень я связываю с, в большой степени, со способностью развить у себя взгляд, который позволяет воспринимать мир во всем его разнообразии, не втыкать какие-то шаблоны, а наблюдать. Да, я для себя это называю взгляд антрополога. Когда я попадаю в тяжелую ситуацию, которая меня раздражает, бесит или еще что-нибудь, я говорю, окей, окей, я не внутри этой ситуации, я смотрю, кто как себя ведет, пытаюсь понять, пытаюсь объяснить поведение этих людей, пытаюсь найти какую-то систему в том, что происходит. Это помогает мне включить разум, не включаться сразу в эмоции, которые будут неадекватными без понимания, да, и вот пронаблюдать за это и выстроить какие-то свои гипотезы. Они могут быть верными или нет, это уже второй вопрос. Но я пытаюсь применить этот подход. Вот этот подход, видение всего, как некой системы, которую нужно в первую очередь понять, людей понять и научиться, может быть, потом как-то воздействовать на эту систему, для того, чтобы решить свои задачи, если они у меня какие-то есть, да. Вот, бирюзовый уровень, говорят, что он, значит, начал появляться, в общем, ближе к концу прошлого века. Первые его апологеты были во второй половине прошлого века, которые говорили как раз про наосферы, вселенском мышлении, всякие, Деярды Шарден, там, Вернацкий и так далее. Много людей называют, кто говорил обо всяких этих вещах. Ну, вот, по мне, так ближе всего, на самом деле, все равно всякие вот, там, буддистские вещи, там, всякие идеи про информационное преобразование мира и про то, что там, когда наш мозг заинтегрируется с компьютером, мы сможем воспринимать столько, что это поменяет наше восприятие. Может быть, у этого есть физиологическое основание, да, потому что меня всю жизнь расстраивало, что у нас, вот, если сравнить наш мозг с компьютером, я про это говорю, да, то у нас центральный процессор, он от микрокалькулятора, а периферия – это такая мощная современная видеокарта трехмерная такая, да. Вот зрительная кора и обработка изображения у нас настолько мощнее, чем весь рассудок, там, речь и все прочее, что очень обидно. Вот. И, может быть, если вот как-то тот кусок, который отвечает за вот это вот приспособить к делу и заставить его считать то, что нам нужно, будет классно. Вот, может быть, вот бирюзовые люди, они как раз умудрились каким-то образом, внутренним зрением узреть цивилизацию, узреть общечеловеческое мышление и чего-то в этом деле прозреть. Не знаю, может быть. Гипотеза не хуже и не лучше множества других, которые вокруг этого бирюзового высказываются. Значит, и еще один, одна прокрутка всех виточков, да, это про… Теперь представим уже близкую нам материю, project manager, например, который работает в софтверной компании, и что с ним может происходить. Ну, первый уровень бежевый. Вообще бежевый уровень чаще всего исключают из всего современного, из бизнес-анализа и так далее. Но все тесты, которые я нашел в сети, они показывают, что мы сейчас все там находимся где-то вокруг оранжевого, вот, в продвинутых компаниях, те, кто вообще интересуются тестами в сети и так далее. А, как бы, еще один пик, он в районе бежевого. Вот, ну, мне это стало настолько интересно, что решил бежевый не исключать и таки о нем думать. Потому что, ну, голодь – неисчерпаемый источник удовольствия, да, вот, ну, это продолжает иметь, да, на вопрос, за что вы работаете за деньги, по-прежнему отвечают многие из нас. И даже я себе это говорю, когда нужно сделать что-нибудь неприятное. Вот. Так что, бежевый я оставляю, но, тем не менее, здесь, конечно, вот, идут мои измышления уже. Будьте ко мне снисходительны. Итак, бежевый проект-менеджер сидел у себе, самый лучший кодер, перформер лучшей всей команды. Значит, ну, не знаю, безвременно погиб или перешел на другую работу менеджер проекта. Ему сказали, ты тут лучший, будешь начальником. Боже, куда я попал, как бы, да, что я должен делать, почему я ненавидел этого заказчика, я ненавидел, там, типа, все эти процедуры, да, мне мешало это все кодить, а теперь меня заставляют менеджить. Значит, здесь я буду говорить про хорошие вещи, да, а написаны у меня в основном плохие, неадекватности, которые проявляются. Потому что здесь я уже добавляю те элементы, которые будут важны, которые заставляют нас двигаться с уровня на уровень. Вот на этом уровне, да, в принципе, человек может справиться, он может сделать леви-лапы, да, он может сам все находить, в конце концов, если всех остальных разгонят. Всякие варианты есть, чего сделать. Но, тем не менее, чаще всего появляются неадекватности поведения. Какие? Бегство от реальности, самое типичное, например, в болезнь или, там, в увольнении или еще в что-то, да, человек может просто, там, типа, ну, сбежать. Он не может сказать, что я не готов быть начальником, я не оправдаю ваши надежды, потому что он всю жизнь превосходил ожидания всех в своей предыдущей роли. Но он может сбежать куда-нибудь. Вот бесцельные активности и конфликты, это тоже проявление. Возникает много раздражения, как бы нужно их куда-то деть. Как с этим обходиться и так далее, человек не знает. Обособление, игнорирование группы. Это, на самом деле, не такая плохая стратегия, это неадекватно, потому что, ну что, он всю жизнь будет в одиночку педалить весь этот проект, как бы, да, но, тем не менее, такие вещи происходят. Но это не очень интересно. Интереснее другое, да, значит, ну, предположим, это не был такой вот сугубо сфокусированный кодер, или он уже как-то акклиматизировался, и он оказывается на фиолетовом уровне. Здесь я начинаю сопровождать эти уровни уровнями компетенции, о которых тоже часто люблю рассказывать. Вот этот уровень компетенции, я его добавил, это еще на самом деле не уровень, но он вот соу-хау, да, видел как. Видел, как это происходит. Я не понимаю, как делается менеджмент, но я это видел. Вот. И я использую такие фиолетовые, карго-культовые способы управления проектами. Я постараюсь проводить ритуалы без их глубокого понимания, да. У меня появляются всякие суеверия, да. Я начинаю искажать информацию, так, чтобы подогнать все под свое видение, да. Вот осуществлять совершенно бесцельные мероприятия, собрания, обсуждения и так далее, которые делаются ради всего этого дела, плодятся какие-нибудь холиворы, обсуждения, еще чего-нибудь. Команда для меня самоценность, все, кто нас осуждают, враги, все, мол, окус контроля внешний, любые изменения в требованиях, любые навязанные вещи, это все плохо, непонятно и так далее, да. Вот меня в Питере спросили, что здесь делает слово «качество» и почему эта картинка на этом слайде, да. Вот потому что, когда я слышу, например, рассуждение о том, что нам бы надо увеличить бюджет, чтобы увеличить качество, или вообще любое слово «качество» без уточнения, да, я начинаю думать про фиолетовый уровень, потому что слово «качество», оно стало таким всеобъемлющим и таким разнообразным, что без уточнений оно означает символ всего хорошего на свете, да. И, соответственно, любые… если нужно оправдать какие-то свои ритуалы, то проще всего его оправдать как бы вечной жизнью, там, возрождением и всем хорошим на свете. Да. По поводу этого слайда. А что будет дешевле? Внести культуру, скажем так, да, в процесс, или же выделить деньги просто на тиражирование, контроль этой самой картинкой? Да, это вот хороший вопрос. Что лучше, внести культуру в процесс или выделить деньги на тиражирование? А как раз вот тиражирование процессов и всего прочего ведет к тому, что платится фиолетовый уровень. То есть теряется понимание, и при изменении обстоятельств люди не смогут адаптировать ту систему процессов, которая вокруг них сделана, да. Ну, все, наверное, помнят эксперимент, да, про обезьянок, которых там дают банан в определенном месте. И если бы обезьяна его берет, их поливают холодной водой. Обезьяны не любят холодную воду, обезьяны бьют эту обезьянку, обезьянка, значит, приучается не бить. Постепенно мы, не брать банан, да, постепенно мы по одной убираем всех обезьян, которые знали, что поливают холодной водой, да. Уже давно никого не поливают. В конце концов, не остается ни одной обезьяны, как бы, да, которую поливали холодной водой, но все обезьяны бьют всех, кто пытается брать банан в этом месте, да, потому что это принято. Может, уже давно эксперимент кончился, а банан все равно не берут. Вот, это, ну, это описанный довольно модный эксперимент, что-то там в сети его очень много, и я не знаю, даже не помню, у меня нет пруфлинга, был ли он на самом деле, но поведение такое за собой можно наблюдать очень много. Бессмысленное тиражирование, оно ведет к этому. Я очень хорошо помню, и возникает оно чаще всего, когда нужно защититься от непонятностей мира, от сложностей. Я хорошо помню, как DataArt проходил, мы перешли через очень глубокий кризис, когда в 2001 году у нас умерли все клиенты, и там компания сократилась в три раза, у нас было 120, стало 40, и мы выживали год, теряли деньги, и у нас не было ни опыта, ни понимания, мы были вот такие распальцованные дети датком бума, реальный бизнес делать не умели. И главная мысль того, что было в продакшен части компании, это внедрение какого-нибудь мощного CMM5, подходящего процесса, разрисованного, мы породили там фантастические совершенно диаграмму, которая должна вам показать, как мы будем работать, мы пытались ввести какие-то ритуалы, действия, что-то сделать с собой такое, что позволит нам защититься от превратности мира, который лишил нас заказов, лишил нас неприятностей, еще чего-то. Ну, слава богу, что, во-первых, мы посмотрели на свои результаты, поняли, что фигня получилась, и больше об этом не вспоминали, а мир подобрел, как бы, да, и вслед за там сезоном дождей пришел там сезон урожая, и как-то мы адаптировались и вылезли. Но вот когда что-то, вот когда стоит задача, что бы сделать с нами, чтобы защититься вот от них, и есть вера в то, что это поможет, это все про фиолетовый. Дальше. Приходит красный. Да? Ну, такая смертная тенденция к вот этим, по джайву методикам, многие применяют, внедряют, мне кажется, вот по такому мановению, как будто все на плену решатся, если бы там на шарике стикеры прикреплены. Мне кажется, или многие разработчики не понимают, почему происходят такие вот вещи, чтобы там раз в день собираться, там, что-то откуда-то, либо там, когда спешат наклеить. Да, да. Это глупо, но, по крайней мере, с точки зрения разработчиков, но я считаю, что это там. Спасибо за вопрос. Ну, вопрос очень длинный, вопрос очень хороший, ответ – да. Как бы, то есть, да, этого много. Я все время наблюдаю, когда я ездил еще на джайву конференции, да, теперь занимаются там наши delivery менеджеры, которые гораздо лучше меня понимают, там, практику и какие-то вещи конкретные могут сказать разработчикам, то он, ну, я все время слышал вопрос, а вот нужно ли применять эту практику с точностью, или можно ли не применять какую-то практику? Ответ всегда один и тот же. Ну, нужно мозг включать, да, вот, нужно быть гибкими и так далее, и так далее. Вот, ну, статистически так, все меняется, как бы, ну, мы об этом чуть позже поговорим, да. Можно на следующий слайд по поводу бежевого? Да. Ну, такое интересное замечание, как, честно говоря, и твое субъективное мнение, что этот бежевый из процесса, скажем так, да, разработки, то есть, в принципе, какого командного процесса нельзя извлекать, потому что это есть аналоговый клей и аналоговый фильтр, который выдерживает людей, в принципе, или это фильтровый? Да, я прошу прощения, да, я даже не буду поставить вопрос, он сложный, и я прошу не судить строго вообще за этот бежевый слайд, на самом деле это не про то, вот, реальное проявление бежевого в нашей жизни, да, это когда, например, еды нет, да, и вот голод, да, и невольно начинаешь смотреть в чужие тарелки, да, и защищать свою порцию, тот, кто смотрит тебя в тарелку, переживает, это правда бежевый. Вот то, что я здесь нарисовал, паника, да, это вот, когда есть реальный страх, есть бежевый уровень, это редкая и совсем неправильная ситуация, вот, и глубже его анализировать, наверное, просто не стоит практически, да, там, типа, если потом есть желание, можно индивидуально поговорить, вот, такие разумнее двинуться вперед, как бы к реальным уровням, да, потому что мы на самом деле обычно выше, да, время безумия в нашей индустрии, оно миновало, и поэтому долго останавливаться на неправильных ситуациях, наверное, не стоит, и большинство компаний, которые выжили, их в себе постепенно перемалывают и вырождают. Они воспроизводятся, но в виде уже, там, к счастью, там, фарса, да, не трагедии. Красный цвет, да, выражается в том, что, значит, на самом деле человек уже, ну, вот, человек знает, на самом деле, что нужно сделать. Назначили самого волевого, самого приверженного, может быть, там, типа, правильным желанием, там, типа, добиться результата человеку, это все, но он, может быть, был единственным, у кого было сродство с властью, а без сродства власти в начальнике двигать людей так не очень перспективно, и его выдвинули. Но от неуверенности в себе еще, от неразвитости, да, его очень беспокоит вопрос, кто главный. Он знает, что нужно делать, он знает, что нужно планировать, кодировать, он знает, там, может быть, какие-то методологии, даже, в общем, отчасти понимает, для чего их нужно употреблять, но все в его жизни подчинено простым схемам, как бы, да, простым действиям, и нет веры нюансам, нет веры деталям, еще чего-то. А всякие споры и так далее порождают в нем резкую реакцию, связанную с тем, что он чувствует это как посягательство на свою власть. Я тут начальник, меня назначили, я крут. Причем он даже еще это сказать не может, а синий уже скажет, что вот товарищ, для эффективного процесса должен быть кто-то, а этот нет, этот начальник, за кого меня тут принимают, как бы, да. Вот, ну, понятно, что красный, да, бить-то нельзя людей, да. Редко бывают случаи, когда тут кого-то пытается бить в IT-компаниях, но вот. Но у нас за всю историю один раз был случай, когда, значит, сильно били. Ну, я просто, просто он вылез, как бы, я думаю, были еще случаи, я не верю в то, что был такой разрыв, но, наверное, про них там, типа, до меня не дошла информация. Вот, значит, но тем не менее, как бы, если не подходит сила, подходит хитрость. Подходит хитрость, это второе оружие, да, красного. И вот типичные неадекватности, вот сначала здесь картинка, которая иллюстрирует, да, то, как ведет себя красный начальник, да, нужно построить ракету. Работает отлично, не работает, что происходит? Взорвалось, сделаем ракету крепче. Не долетело, нальем больше горючего. Все, как бы, да. Вот, я могу сказать, что таких менеджеров в IT-компаниях давно уже не встречал, если честно, в тех, в которых общался. Ну, вот заказчики такие встречаются, особенно в стартапах и так далее, вот, которые приходят, особенно из доморощенной среды, вот, у это, это распространенное явление, им легчает. Но эта эволюция, она происходит медленно. Как же их стерпеть первые полгода, год? Нам, говорят, трудно первые сто лет, действительно, там, типа, вот, пережить этот период, пока они еще, там, из нефтянки какой-нибудь, в России пришли. Значит, как, да. А каждый, да, молодой менеджер, ну, только вот ставший менеджером, то, что, наверное, характерно, от большинства есть. Да, да. Вот я потом расскажу, уровни включают друг друга, да, через эту фазу проходят все, только большинство виртуально, да, потому что среда уже такая, что заставляет нас сдерживаться. Вот, но, тем не менее, это есть, да, и вот на семинаре про эмоции я рассказывал, что посягательство на статус, которые вызывают раздражение, это источник огромного количества неконструктивных дискуссий. Вот, потому что, да, в нас остался вот этот вот момент. Я сам зачастую отвечаю на письмо не сегодня, а завтра, потому что я уже чувствую, что я стал раздражен, и я могу там заняться медитациями, а могу просто подождать до завтра и спокойно ответить на письмо, если не срочно, это хорошее. Да, 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 да. Слайд окружает негативное и позитивное, потому что в красном процессе как бы есть и позитивное. Да, 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 да. Если будет человек, который с умом нажмет на всех, то процесс происходит, никто не договорится. Да, спасибо. Я еще раз уточню, что на всех слайдах, я уже извинился, я пишу неадекватность как то, что приводит к тому, что нужно что-то дальше, а говорю хорошие слова. Вот красный лучше фиолетового, потому что красный – это уже уровень компетентности. Красные компании работали в нашей индустрии и заделиверили много успешных проектов, и красные предприниматели создали целое поколение IT-компаний, из них некоторые выжили. Значит, а неадекватность проявляется в основном в тех штуках, которые здесь прописаны. Во-первых, узурпация информации. Особенно если менеджер, скорее всего, который чисто красный, не включенный красный имеет внутрь более мощных уровней, а вот чисто красный еще новенький, он обычно еще слабенький, не накопил харизму, не накопил авторитета, еще чего-то. Из-за неуверенности он использует какие-то механизмы власти, которые ведут к большим неэффективностям. Вот узурпация информации. Номер один, номер два и номер три в моем хит-параде. Тот, кто считает, что нужно выдавать информацию о команде только по частям, чтобы не было так больно, ногу резали по частям. Вот здесь то же самое. Зачем вам это знать? Об этом мы вам скажем потом. У нас был такой клиент, которому мышей экономили, раковые исследования, мышей считают. Скажите, пожалуйста, бывает ли такое, проектирует база данных, что мышь можно колоть двумя компаундами? Нет, не бывает этого. Точно не бывает? Точно не бывает. Хорошо. Через какое-то время нам приносят тестовые данные. Ну вот же мышь укололи двумя компаундами. Ну это бывает так редко, мы не хотели вас смущать, как бы бы сложной картинкой с самого начала. Так, подождите. Окей. А бывает, что тремя компаундами? Нет, не бывает. Вот точно не бывает, что тремя? Ну это бывает совсем-совсем-совсем редко, как бы, все понятно с вами, все, как бы, да, там, типа, модель данных меняется, компаундов может быть много. Вот. Это типичное проявление вот этого, как бы, да. Ну там людям страшно, они когда не усорсили, они пытаются управлять какими-то там дикими ребятами, в общем, пока они не привыкли и не успокоились, да, они пытаются там узурпировать информацию. Хотя в других отношениях, как бы, да, в других своих аспектах они явно не примитивные, очень умные люди, ученые, медики и так далее. Ну это оранжевые, как бы, да, но об этом мы поговорим чуть-чуть дальше. Значит, пока мы говорим о project management, пытаемся, по крайней мере. Значит, упорство в ошибках и плохом поведении. Это тоже важная вещь, да, и помните, Штирлиц говорил, да, там, типа, что тот, кто смотрел это старое кино, да, Штирлиц это наш разведчик, Шелленберг это его начальник, глава немецкой разведки. Наши разведчики говорили, он, Штирлиц знал, как бы, как вложить правильную идею. Он что-то намекал Шелленбергу, а через два месяца Шелленберг выдавал идею за свою, да. Штирлицу не надо было там делать карьеру дальше, как бы, надо было свою миссию выполнять. Но вот когда, вот у аффектированных красных, да, поскольку не надо трогать их статус, как бы, да, они передумывают сами, они не глупые, они умные, да, их бы иначе не поставили, но их поставили, как бы, они не могут признать свои ошибки, да, они могут их исправить, они могут изменить свое поведение, им признавать свои ошибки трудно. Не надо их заставлять. Ну и чем больше их заставляют, тем больше они упорствуют. И иногда такие ментальные, они все же умные, такие ментальные конструкции выстраиваются, чтобы объяснить, почему такие апелляции к ценностям и к пластам культуры происходят, что диву даешься. А за этим стоит банальное выяснение, кто здесь главный. А мозг, подчиненный этому красному аффекту, он работает фантастически, только совершенно не на то, что надо. И выяснение отношений, бесконечное, это безусловно красное. Дальше. Значит, уже приходит хороший уровень компетенции, на котором уже многим начинает казаться, что вот он священный Граль, вот мы достигаем идеала. Синий, ноу-хау. Это то, с чего начинаются крутые компании. Они знают, как организуется процесс, они знают, как организуется их бизнес. Они умеют не только там сделать проект какой-то или там утилизировать проекты, которые дает какой-нибудь один продавец, с которым зазнакомились за долю в компании еще что-то. Они умеют находить себе продавцов, они умеют возрождать свою компанию, масштабировать ноу-хау. И они как бы боятся этого потерять. Они выстраивают, выделяют важные вещи. Они выстраивают хорошую систему. Появляются методологии, да, ватерфоллы, рапы, там весь этот аджайл и так далее. Это все на самом деле, ну, в значительной степени синие элементы, которые просто включены или не включены в более высокие уровни. Синие это уже очень круто. Когда-то все думали, что нашу индустрию постигнет судьба радиоэлектроники. Будут компоненты, из компонентов все будут собирать, все будет технологизироваться. Маленькое количество будет архитекторов, которые будут делать, а все остальное будет делаться там более-менее роботами, по канонам, еще как-то. Ну, или как в строительстве, похоже, будет происходить наш девелопмент, да, софтвер. То есть, на самом деле, творчество по-кришнему осталось в нашей индустрии, поэтому для нас синий уровень последним не стал. Но там, где получилось, в том же инжиниринге, в том же девелопменте, да, строительстве, синего осталось гораздо больше, чем у нас. И он очень сильный, потому что там это нужно, да. Значит, да. А, так нет, у меня здесь везде пункты все про неадекватность, как бы, да, вот. Именно, а почему причина? Ну, потому что... Можно обойти достаточно плохо. Нет, нет, синий уровень, я в основном пишу, в чем, когда синий уровень плохо работает, да. Вот почему, потому что синий любит породить что-то сложное, да. Вот, давайте, организуем процесс, процесс плохо работает. Ну, в рамках синего ответ какой? Давайте этот процесс усложним, чтобы он хорошо работал. Поставим еще один переход, еще один переход, если вот так, то вот так, если вот так. Все равно будем оставаться в рамках процесса, потому что мы верим в процесс, но сделаем его все более и более сложным, да. Там, не знаю, пятикнижие, вот такое у евреев, Талмуд, вот такое, как бы, да, там, там, Бог написал, там, да. Да, не надо варить козленка в молоке его матери, у них до сих пор разная посуда молочная, да, если по кашруту, и мясная, потому что нельзя мясо с молоком смешивать нигде, даже в желудке. То есть, это типичное масштабирование, масштабирование синего процесса, да, который приводит к множеству сложного, да. Это не хорошо и не плохо, как бы, да, это происходит. Но сложность какая? Вот, когда система стала слишком сложной, вместо ее рефакторинга, реинжиниринга, мы начинаем ее усложнять, как бы, да, потом ее изменения становятся все более тяжелыми. Часть ее начинает игнорироваться при этом. Да. А в чем контактная отличие от партнера? От чего? В чем контактная отличие от партнера? От фиолетового? А, в синем мы очень хорошо понимаем, почему мы ставим процессы. Потому что усложняем систему? Нет. Фиолетовый базируется в основном на неосознанных, непонятых нами, правильных и неправильных причинно-следственных связях. После того, значит, следствий того, все так делают, и мы так будем, да. В синем авторы процесса, да, там, инженеры процесса и так далее могут очень четко объяснить, почему процесс должен быть таким. Вот, это важный момент. Синий очень осознанный, да. Что? Бюрократия, ну, смотря какая, как бы, да, вот, бюрократия, которая была автоматизацией до изобретения компьютеров, да, вот, это очень хорошая вещь, и она такая, да. Та, которая вырождается в виде какого-то безумного чиновничества, да, где поставлено, она там плохая, она уже фиолетовая, потому что смысл утерян. Синий, в синем ключевой смысл, ключевое слово смысл всегда написано, потому что смысл это то, что отличает синий от фиолетового, да. Здесь живы люди, и есть люди, которые понимают, почему это все появилось. Но, вот, сложности с изменениями, да, у синих большие проблемы с неполными и противоречивыми требованиями. Вот, разные ответы синие находят на это, но это все равно проблема, и это ведет к такому явлению, как нетолерантность, да, вот, методологии, да, начиная там какого-нибудь, там, waterfall, да, кончая, XP, например, да, они все декларируют, что далеко не все проекты мы можем сделать. Если мы не знаем, чего мы хотим сделать, да, то мы не можем получить хороший результат. Звучит это потрясающе, это классно произносит с трибун множество харизматических людей. Если бы я не видел по своей жизни, какое количество хороших результатов было получено теми, кто не знал, чего хочет получить в конце, вот, и какое количество людей, тех, кто знали, оказывается, не знали, как бы, да, все передумали и таки получили хороший результат, что я понимаю, что на самом деле все не так просто, да, вот. И поэтому однозначно согласиться с тем, что вот эти проекты недостойны того, чтобы ими заниматься, я не могу. С другой стороны, да, вот, у сильного синего процесса действительно большие сложности, потому что он становится профанацией, возникает раздражение, да. Возникает нарушение обрядов, да, и там всего прочего, да. Дальше, вот еще такое явление. Очень часто происходит смещение фокуса с результата на процесс. Да. Да. Потому что, как бы, в целом, в себе явление, в принципе, оно постоянное, из-за того, что люди не знают, что делать, в принципе. Что люди? Не знаю, чего хотят достичь. Любая, это что они хотят достичь, это что они меняют. То есть они хотят стабилизироваться за счет процесса. Да. Ну, вот, если просто хотят за счет процесса стабилизироваться, да, то это я рассказываю, это фиолетовое, да, это как мы пытались спасти себя от негодования мира. Если процесс построен, потому что он в десяти случаях принес нам хороший результат, это хороший процесс. Он полезный, да, синий создает огромное количество всего полезного. Я сейчас говорю о тех вещах, которые вот на моем опыте очень хорошо взглядят. Вот у нас была в Питере компания, откуда к нам пришло очень много сотрудников, и которая внедрила у себя блестящую систему качества. И они все пришли, говорят, когда мы внедряли там и получали сертификат, и все, нам обещали кнут и пряник. Вот, говорят, кнут заработал, а пряником как-то там все замялось. Вот. И это типичное явление. Почему? Потому что процесс хорошо построенный, отклонения от процесса видны сразу, можно бить по рукам, как бы, да. Но дальше возникает вот некое обобщение, да, которое вот, например, в любимом и нелюбимом мной семье, меме семье мая, звучит примерно так, да. Бесконечные улучшения в процессе неизбежно должны привести к улучшению результата, к улучшению продукта. Утверждение, в общем, хорошее, за одним словом, неизбежно. Да. Ну, вот мир сложен, поэтому бывает не так, да. И пряник на самом деле физически в виде денег, новых заказов и так далее придет, если все хорошо. Если заказчики знали, что нужно сделать, если угадали там маркет-сегмент, если конкуренты не сделали еще лучше нас, несмотря на то, что мы делали хорошо, есть тысяча и один факторов, почему мы можем не добиться успеха. Однако, как бы, наказываем мы уже за отклонение от процесса, а процесс не может гарантировать в сложном мире достижение результата. Это тоже серьезная часто проблема с синим. Вот поэтому здесь и такая картинка. Слишком много фейлов, слишком много проблем. Наконец, приходит оранжевый уровень. Оранжевый уровень – это новая, да. Это люди, которые не просто знают, как делать софт, они знают, почему это нужно сделать. Мы хотим добиться, наш клиент хочет добиться там конкурентного преимущества. Они уже думают вместе с клиентом, они начинают думать категориями бизнеса. Они понимают, что правила, которые мешают добиться цели, можно обойти. Что иногда можно там типа и сыграть без правил, еще что-то, да. Что там правила нужно все время менять, процесс нужно менять и так далее. Но при этом они индивидуалистичные, они зачастую не понимают, как объяснить все окружающим. Такие одинокие рейнджеры зачастую. Значит, действительно, оранжевый там типа двигает зачастую там индустрию и компании нашего типа вперед. И вообще, по-моему, успешные коммерческие компании во многом держатся на оранжевых. Но вот здесь картинка, да, про крысиная бега. У оранжевых возникает проблема, да, в том, что, в общем, бег за успехом, он сильно утомляет. И причем не только самих оранжевых, но и тех, кто должен бежать за ними, да. Это там, здесь работай больше, заработай больше денег, купи больше вещей и продолжай в том же духе. Ну, вот когда говорят все деньги не заработаешь, это уже идет отход от оранжевого. Оранжевый, вообще говоря, очень хорош, да. Самые крутые крутаны, которые, например, есть в дейтарте и которых я видел в индустрии, они сильной оранжевой полосочкой как бы в спектре, тем не менее. Значит, какие бывают неадекватности, да, чаще всего оранжевые неадекватны команде. Это они индивидуалисты, они во многом эгоцентрики, если не эгоисты. И какие бывают проблемы, да, внутренняя конкуренция вместо соревнования. В принципе, оранжевый на самом деле любит соревноваться, ему нравится процесс. И он не сильно переживает, что он не красный, ему не нужно унизить и обыграть всех. Они его просто не очень интересуют, как бы ему важно себе сделать хорошо. Может быть, тем, кого он распознает, сделать хорошо. Остальные его не интересуют. Но эти остальные, они невольно оказываются, как бы, за пределами проекта, за пределами тех, с кем он работает, там, типа, за пределами тимлидов, еще что-то. Остальные все равно есть, и все равно они переживают, и все равно с ними что-то происходит, да. И сдержки для непроекта демотивируют. Оранжевый говорит, там, типа, часто, no pain, no gain, да, мы хотим добиться успеха, мы можем перетерпеть и так далее. Страдают семьи, страдает здоровье людей, еще чего-то, да, ради погони за успехом. Успех бывает эфемерен, бывает нет. Наградить всех все равно, там, типа, хорошо не смогут. А люди выматываются и становятся демотивированными, потому что, там, начинает пилить жена, начинает развиваться чувство вины, что, там, ребенок говорит, папа, когда же я тебя увижу вечером, да, там, и они только по выходным, и всякое такое. Оранжевые главные манипуляторы. Как бы, манипуляция, это простейший путь, как добиться результата от людей, как замотивировать людей делать то, чего они не хотят. Оранжевые, из-за того, что оранжевые манипуляторы, они подкапливают негативную карму. У людей копится раздражение, осознанно ли, неосознанно. Когда ты сделал что-то, тобой сманипулировали, неизбежно остается осадок. Потом есть чувство, которое, как бы, вот, неприятно, да, мы не дураки, все мы догадаемся, кто нами сманипулировал. Постепенно подкапливается осадок. Это, кстати говоря, вот к теме, вообще говоря, вот к мотивации, да, одна из главных претензий. Вот манипулятивная мотивация, она эффективно очень работает, но к ней главная претензия, что она направлена на повышение уровня эксплуатации, а повышение уровня эксплуатации демотивирует, в принципе, за счет истощения ресурсов людей, да. И вот, собственно, я уже сказал, приза на всех не хватает, это издержка, да, потому что, ну, самому оранжевому достанется больше, если он будет периодически, как вот ступень ускорения, терять свои команды, делать карьеру, еще что-то, а люди будут оставаться где-то и говорить, он нас всех использовал, он там пошел. Это издержки оранжевые. При этом оранжевые – это главный двигатель сейчас мировой экономики и всего прочего. Те, кто, как бы, оранжевые начинают понимать, что вот всех денег не заработаешь, и вообще надо ориентироваться на долгосрочную перспективу, да и о душе подумать, в общем, хорошо, да, они начинают переживать о других, заботятся об отношениях, понимают, действительно, класть на аутарь успеха отношения, манипуляциями заниматься, там, овралить без необходимости, без конца и света и так далее, не стоит, да. Иногда нужно защитить своих, иногда нужно смириться с какими-то потерями, найти компромиссы и так далее, да. Зеленый он – кэвай, это еще один уровень компетенции, да. Это человек, который переживает о том, почему нужно делать или не иначе, да. У него есть понимание людей, как живых людей, как людей с интересами не только в рамках, там, проекта, да, еще чего-то, а как людей, живущих в мире со своими включенностями, хобби, там, эмоциями, еще чем-то, еще чем-то, да. И он их всех принимает таких. Он еще не знает, как бы, как их переделывать, изменить, там, да, или как правильно сложить, но он их всех принимает такими, как он есть, он их начинает любить, он о них заботится. Вот. Какие проблемы возникают с зеленым? Значит, типичный пример зеленого – это самоуспокоенность. Вот. Это я очень хорошо знаю по нашей компании по дейтарту. Вот самая проблема номер один и номер два у нас – это самоуспокоенность. Так мы себя любим, так мы не любим напрягаться и так далее, что хорошо себя дейтарт идеально ведет только в кризисы, когда нужно выживать. Вот зеленые специалисты по выживанию, в данном случае ценности совпадают с тем, что нужно делать, зеленые тут же включают в себе все накопленные и включенные уровни и действуют фантастически эффективно. А когда все и так хорошо, то вот так не хочется мутить воду, раскачивать лодку и так далее. Это самоуспокоенность, это ужасно. Иногда бывает ошибка и уравнивка. Уравнивка бывает синяя. Одна компетенция, одна зарплата. Все, да? Вот. А вот у зеленых другое. Вот этому подняли, надо и остальным поднять, иначе же нехорошо, еще что-то. А потом уже никого и не взять на работу, потому что марша ушла и так далее. Да? Вопрос, а может ли самоуспокоенность, в принципе, являться статистической ошибкой в развитии компании? Потому что если у нас осталось в состоянии покоя выборная, да, мгновенность, то когда придется кризис, в принципе, компания может просто... Спасибо за вопрос. Самоуспокоенность действительно может быть неприятной ловушкой, но никогда придет кризис. Зеленые компании самые живучие в кризис, они тут же перестают быть самоуспокоенными и становятся страшно живучими. Потому что люди заботятся, люди заботятся... Что? Переходят по красному? Нет, нет, они включают все, что нужно, как бы, да, как бы, и защищаются по всему фронту. Потому что люди ради людей, да? Но, когда идет развитие, высокая конкуренция, да, нужно расширять территорию. Вот в конкурентной борьбе зеленые компании могут проиграть. И так, что потом кризис, не кринис, их просто смоет куда-нибудь, да? Вот это большая опасность. Зеленые компании с трудом перерождаются. Вот они душат у себя оранжевых понемножку, как в болоте топят, да? Вот зеленое, там, болото, да, это ассоциация. Оранжевые тонут, не ведут компанию вперед, начинаются трудности с инновациями, да? Там в Датарте сейчас барабаны бьют, инновации, инновации, инновации. Ну, почему, да? Не потому что, почему это так странно происходит? Ну, потому что не кипит оно само по себе. Надо поддерживать это все, потому что все слишком зеленые, да? И зеленые, понимая, что будет плохо, начинают пытаться как-то там, типа, через какие-то другие механизмы, синие, там, еще какие-то, пытаться там, типа, организовать что-то, что изменит все. Но об этом сейчас поговорим, да? Уравнивывка. Это тоже большая проблема, мы уже сказали. Запоразичивание команды. То есть запоразичивание, это означает, что приходит множество людей, которые пользы не приносят, но уволить их не могут, потому что переживают за этих людей, и все такое. Большие компании запоразичиваются вообще очень странно. У меня есть коллега, который долго работал в Майкрософте, и очень переживает за эту компанию, очень ее любит, и когда на все вопросы, почему все так плохо, он отвечает за дно, потому что там уже половина паразитов, как бы, да, вот, в компании накопилось, которые выживают там, и из-за этого они тянут компанию на дно. Значит, и накопление слабины. Как бы зеленые приспособленцы часто, поэтому многие вещи устаревают, как бы, многие, как бы, ну, вот, какие-нибудь синие правила установлены, но для того, чтобы не было так, тяжело, они не исполняются. Ну и ладно. Вот, 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 как бы, вот, и, 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 и какой-то кусок уже становится неуправляемым, как бы, да, вот, ну, не знаю, там, я вот ощутил издержки зеленого, когда вот открывались офисы, в том числе в Днепропетровске, о всем прочем, и я пришел и традиционно там рассказывал, что у нас так все хорошо, все люди хорошие, все долго понимают, у нас все очень просто, надо просто поговорить, узнать и так далее. Слова-то мои были хорошие, только они дезориентировали, как бы, да, потому что на самом деле уже все непросто. Люди-то по-прежнему хорошие, рассказать все могут, только вот этого всего уже столько, да, и столько, на самом деле, процессов, там, трений и так далее, что уже совсем, совсем, совсем все не так просто, да, и уже хорошо бы все это подописать, хорошо бы уже подоживить все другие слои и и по и помочь они рассказывать добрые истории про то как мы чувствуем друг друга когда уже проработали друг с другом столько лет да 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 я вот отмотаю да сейчас да вот здесь был самый первый слайдик да я о нем говорил вот этот вот да это матрешечки нарисованные до каждый следующий уровень включает все предыдущие об этом вот сейчас мы к этому придем сейчас чуть-чуть закончим с бирюзовыми людьми вот с желтыми и с бирюзовыми пойдем дальше давайте об этом расскажу чуть-чуть хорошо значит вот будет будет вот желтый собственно желтые это чудесный уровень который типа физически все сразу соединяет себе желтый это на уху он знает какие люди для чего используются ему уже все остальное типа знать не надо он правильно соединяет людей которые все делают за него да но это такое тоже вульгарно экзальтированное определение но тем не менее вот желтые люди очень хорошо понимают как работает этот мир умеют к ппв применять свой мозг понимать как надо соединять людей понимают что люди хотят понимают как людей более мира ставить на своем месте как объяснить вещи и так далее и создают работающие системы исправляют не работающие всякое такое как бы да иногда немножко помогая людям измениться иногда переставляя людей иногда меняя там процессы или еще что-то вмешиваясь и делают это осознанно вот это вот понимать не только принятие людей такими как он есть а умение с ними правильно обращаться видение организации целиком как последовательность действий людей объединенных какие-то потоки ценности до в потоке создания чего-то это очень важное свойство желтых значит у желтых тоже есть свои неадекватности при этом там желтых уже называют вот в этой металлоге мастерами спрали но у желтых есть большая неадекватность том что во первых желтые они не очень эмоциональны уже они смотрятся отстраненными вот желтые многолики потому что они умеют если надо пробуждать поскольку они научились говорить с разными людьми они могут пробуждать в себе разные ци мемы да и выступать как красные как синие как еще кто-то да и а со стороны они смотрятся очень странными людьми дачек хамелеон он то такой такой я не понимаю какой я его боюсь я сам сталкивалась несколько раз такими людьми четко желтыми да им и они меняют смущало то что они крутые до непонятность для окружающих это главное принципе желтые там типа хорошие желтые люди да там это идеальные начальники типичных компаний но их редко ставят стейкхолдеры боятся вот поэтому чаще всего желтый где-нибудь стоит на боку если не дай бог его компания теряет компанию начинает лихорадить как бы так он подходит что-то решает потом снова отходит как бы да и сидит себе и желтым хорошо низкая эмоциональность не делает их сильно несчастными вот и собственно для желтых главная задача это трудно завоевание дороговизна поддержания доверия из-за того что они многолики непонятные за того что они мыслят разных категориях очень очень трудно установить доверительные отношения поэтому большинство желтых вырабатывают жизненные принципы которых держатся это делает их юзабельным это делает их годными для использования окружающими то есть и вот очень часто окружающим трудно поверить что эти принципы намного стабильнее чем что-то другое да вот не знаю там вот девушкам как бы принять да то что желтый муж это лучше чем муж другого цвета да это тяжело потому что красный любит сильнее красный любит сильнее всех любовь это такая крутая штука да а принципы например такие как верность и ответственность да которые там человек прощать они если любовь пришла ушла как бы от ненависти до любви один шаг да а принципе важно но принципы что такое сложное эфемерное так далее да а эмоция она такая яркая она понятная ощутимая как бы да и огромное количество день не эффективно как бы да взаимодействует на других уровнях как бы да а желтого бояться хотя в общем желтый далеко не так плохо потому что желтые люди тоже хотят жить они тоже живущие они не отмороженные так далее и они научаются пользоваться принципами его джова то можно очень сильно доверять но в рамках тех принципов которых они назвали и не надо ждать что они сделать что-то другое не надо ждать что не свои принципы поменяют желтые меняют свои принципы но очень медленно и редко потому что как бы они понимают что если они будут еще и принципы то вот ну как бы вот кто смотрел последнее кино про бэтмена до темный рыцарь вот 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 темный до темный рыцарь он типа такой желтенький да ну не очень не очень крутой но желтенький такой да а вот джокер как бы да это тоже желтенький но без принципов он вот и он страшен как вот он развлекается как бы да и и и всем очень тяжело вот значит дальше бирюзовые начинается да когда мы говорим про бирюзовые да мы говорим про визионеров те кто знает кланов нужно вести вот ну почему здесь висит стив джобс да потому что по некоторым признакам не знаю был ли он бирюзовым но у него есть признаки совпадения с бирюзовостью да стив джобс буддист как бы да он говорю что не боится смерти он всегда далеко видел как бы да он был непонятен многим и всякое такое как бы да что отлежит как бы у бирюзова главная проблема как бы они зависимы от среды как бы да вот там может быть джобс во многом там счастливчик на что он сумел два раза прийти в одну компанию там среда менял достаточно быстро чтобы принять его несколько раз но тем не менее проблемы как идейный отрыв трудность включения в систему до которая во многом оранжево оранжево центрирование так далее определенная элитарность со стороны как бы да они создают проблемы вот значит сейчас маленький интерактивчик то благодаря спасибо вам за вопросы но мы там уже на полчаса выбились из графика но тем не менее все равно очень быстро теперь как вот подумаем да можно внутри себя кто-то смелый может устно говорить да когда мы вот когда мы в жизни проявляем бежевое это очень хорошо когда хороши животные качества на войне до когда там что мобилизоваться да вот скажу для меня например самое яркое проявление бежевого до хорошая заключается в том что если мы себе представляем как не знаю там не знаю мы сломали ногу открытый перелом кровище кость торчит кошмар внутри тошнит как бы до ужасность мы правда это сделаем в общем будем пытаться что-то сделать зафиксировать жгут себе наложим и так далее эмоции уйдут на самом деле когда или у кого-то из близких случится у ребенка это представьте сложно но мать действует довольно эффективно и сфокусирована это случается за редким исключением как бы да потому что включается этот вот бежевый уровень инстинктивный как бы до того что не надо сейчас заниматься эмоциями надо действовать как бы да там базовым уровнем дальше надо надеяться что как бы дальше разум включите подскажет правильные шаги но тем не менее вот уход эмоций хладнокровие это хорошее проявление бежевого да там типа или возможность не знаю там ну вот занесло нас куда-нибудь да бросили жребий съели товарищи выжили зато хорошо или плохо я не буду говорить может здесь не внести да но тем не менее да ну признание ошибок это 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 высокая техника как бы да не обязательно бежевым быть чтобы их признать как бы да ничего страшного в ошибках нет значит хорошо эти движемся фиолетовые талисманы у кого-то есть какие-то суеверия еще что-то которые явно и рационально но помогают по жизни ну много всего у меня например есть вера да что если я вот у меня была какая-нибудь встреча там до переговоры или какой-нибудь вот эти толк если в конце я очень сильно устал то значит будет хорошо всем понравится и так далее если нет то значит я может плохо отработал зато я хорошо себя чувствую вот ну ни на чем не основана статистика не проверял но мне нравится это рассуждение потому что оно такое компенсаторное вот да да вот интересно никогда бы не подумал что эта штука она стоит на двух ногах на самом деле да все хорошо значит окей подальше ну как бы ну талисманы все вспомнили на какие-то да это несложно дальше красные герои да кому какие красные герои нравятся ярко-красные чапаев да а я но мне в свое время нравился фильм брат 2 да там типа и всякая такой ну брат там или еще что там чисто красный чувак как бы до которого волнует в чем силу и так далее ну такое буду свое времени прикольные кино как бы да вообще большинство фильмов на самом деле про героев одиночек красные там типа боевики все это все наши дань красному нравится нам это посмотреть вот и вообще на красном уровне герои это это наше все синие синие смысл и вот разные работ вот 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 смысл они помогают нам жить да кто-то обретает смысл в религии вот в наших широтах религию сильно потрепало черпать смысл из религии там типа могут далеко не все но черпают смысл из самых разных мест как бы да вот кто-то верит как бы там да там в долг кто-то верит еще во что-то кто-то верит какие-то абсолютные вещи да это все это все и синего уровня все абсолюты они оттуда но это это нам помогает как бы да там где мы не можем найти смысл да то мы иногда можем его синтезировать и увериться в него ну оранжевое открытие наверное делали все из нас да вот так или иначе когда проверяли границу оказывается уже туда можно ходить оказывается в самолете можно включить телефон в авиационном режиме но только когда села стюардесса и пристегнулась как бы да потому что она уже не имеет права ходить и это сильнее чем риск отхождения стюардесс для них задачем отключенных в авиарежиме телефонов значит зеленые отношения вот если оранжевое открытие это еще всякие лайфхаки если почитаете модная тема в интернете да кое-что из этого полезно это тоже вот про бытовые оранжевые проявления зеленые отношения да вот у у каждого в какой-то момент появляется элемент альтруизма да и какие-то отношения он ценит как бы и заботятся о ком-нибудь это могу чеки о цивилизации которую в цивиль куда вы сейчас замечал чтобы трудно не доиграть в цивилизацию потому что начал приведи к мировому господству будь добр как вода ложное срабатывание как бы чувство ответственности и так далее но тем не менее это все это все проявление на самом себе всяких зеленых вещей потому что и людей там нет а все равно уже привыкли так что есть начали ты в ответе за тех кого приручил да значит желтое решение да это 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 важный момент когда понимаешь что вот ну люди такие какие есть да да далее ну что нужно сделать да вот в датарте длительное время существовало правило которое было таким спорадическим проблеском желтого да если человек по непонятным причинам с очень хорошей репутацией не устраивает заказчика то дело в химии надо поменять его на прямо противоположного поскольку большинство людей в принципе 80 20 80 процентов адекватных людей устраивают 20 процентов чем-то не устраивают загадочным такая замена почти всегда дает хороший результат если такая замена не помогла то пиши пропало скорее всего вообще не срастется скорее всего какая-то системная химия имеет место но такие банальные замены решали с малой кровью гигантское количество проблем я сам помню как рыскал по офису в поиске кого-нибудь не такого диаметрального да и у чуда там системный администратор превращается в project manager безумно ценимого заказчиком как бы на почему как бы да но он так и не становится project manager и так далее но вот в это на это для этого заказчика он оказывается идеальным мостом доверия потому что его мышление оказалось подходящим а плюс он хороший человек тоже и он умеет решить те проблемы которые на него возложены с помощью команды вот и бирюзовые прозрения это вот приходы да вот с бирюзовыми прозрениями это трудно вот но я и их люблю тем не менее иногда от них бывает польза если говорить вообще на самом деле вот во всей этой спирали мы сейчас про нее начнем говорить как раз да вот есть некая повторяемость как говорят желтая похоже на бежевая на самом деле уходом эмоций с фокусированностью на конкретные задачи вокруг которых не накручиваю не накручивается какие-то лишь ли лишние вещи бирюзовая в чем-то похоже на фиолетовая на какой-то необъяснимые непонятная как бы да но тем не менее они связаны друг с другом да вот и там поэты про это говорят да если помните гребенщиков пил да это если не знаешь куда идти если не знаешь зачем и че без колебаний прими 100 грамм да и ты достигнешь цели вот некоторые желто-бежевое взаимодействие бирюзовая даже там 100 грамм не хватит вот хорошо значит какой алгоритм у нас работы с отц этой спиралью да значит как это вообще все работает на самом деле из того что я прочитал мне у меня такое впечатление сложилось что работает примерно так мы сталкиваемся с диссонансом со сложностью с чем-то что нас не устраивает и мы пытаемся сделать две вещи да мы пытаемся поменять систему координат если вы заметили до уровня они все двигаются между индивидуальному и коллективным бежевый индивидуальный фиолетовый коллективный и так далее да там желто индивидуальный бирюзовый коллективный вот вы меняем как вот физики да если не решается задачка поменять систему координат там нас полярный на декартовую или с декартовой на полярную как бы да глядишь может проще будет вот то же самое здесь мы пытаемся сменить координаты давайте давайте подумаем тип у меня не получается давай теперь подумаю за команду до попытаюсь команды там может быть локус контроля изменяющийся ведет нас может быть еще что я не знаю я не психология знаком исключительно дилетантские но какие-то механизмы заставляют нас переключаться между коллективным и индивидуальным эгоистичным и коллективистским коммунитарным и вот почему так происходит и точно сказать нельзя но это явно наблюдается да и второе мы меняем систему перспективы на более узкую это откат по спирали мы ищем частные решения более простые решения до для того чтобы выйти из сложной ситуации для для частной ситуации упрощаем все или на более широкую мы усложняем и мучительно идем прогрессу пытаясь вырасти над собой применить более широкую логику для того чтобы развиться да вот собственно движение вверх по спирали как бы так вот к этим всем этим бирюзовым уровнем да это расширение пространственного и временного охвата при решении задачи движение вниз это упрощение вот интересный пример из истории да здесь два на самом деле 4 чайка нарисовано три из них известны наверху франклин рузвельт американский президент от депрессии до практически до конца второй мировой войны внизу гитлер с муссолини до мир развивался мир был ярко-оранжевым он расцвел как бы доказалось не будет ничего хорошего потом первая мировая война миновал америку америка продолжает как бы развиваться чудесно страны в европе восстанавливаются от первой мировой войны но как-то мучительно и так далее да потом приходит великая депрессия случившаяся в америке а чё она случилась до сих пор там пять теорий только модных есть почему она случилась давно все было все умерли и так далее там да но никто однозначно сказать почему не мог не может быть сложно все было так случилось мир ищет ответ ответы были найдены там в европе да и в америке в европе как бы до муссолини потом у него гитлер позаимствовал нашли простые ответы это нация простая идея национальное структурирование и так далее с оранжевого уровня откат в синий вот и эффективность повышается можно игнорировать весь этот мировой кризис всю эту сложность экономика прет автобаны строятся там типа там ввп растет в общем все все шикарно пока америка там и и лихорадит ужасно да там типа вот великая депрессия там вот кажется что эту депрессию там италия и германия чувствуют меньше чем все остальные страны хотя их и потрепало до англия отстает сильно от них с выходом из кризиса как бы ну и всего того что более интегрировано с америка и в силу того что не принимает простых идей потом руссвельт как бы придя к власти вместо вильсона значит вызывает мозговые тресты начинает осуществлять явно такую зелено-желтую деятельность как бы да с использованием мозга с попыткой анализировать попыткой осложнять развиваться и так далее и очень мучительно до сих пор неизвестно то ли они на пять лет затормозили выход америки из кризиса то ли на пять лет ускорили все спорят но никто не знает это было сложно это было многофакторно да вот а что происходит с германией италии тогда из там примкнувших ним японии вот они накапливают не детскую мощу все у них идет настолько хорошо но из-за скатывания они понимают что нужно продолжать как бы нельзя же до слезть тренда и дальше за синим скатываются в красный и начинается мочевого как бы те же простые идеи из синего ведут к нетерпимости и терпимость позволяет без всяких стенаний совести как бы да уже начинать карать тех кто не соблюдает наши истины соблюдает наши правила да дальше они нас тоже бомбят и атакуют значит они еще враги и начинаются уже простое мочевого да дальше уже там не национальные идеи дальше уже просто вражда это типичный пример да когда история в краткосрочной перспективе всегда откат срабатывает очень эффективно в долгосрочной перспективе сложные решения часто побеждают если мир усложняется если таки мир там поубивает друг друга и мы опять пещеру уйдем то наверное простые решения будут уместны как приходят все эти вот уровни да по мере того как же усложняется жизнь как у нас появляются диссонанс нас накатывают эти вот волны всякого разного понимания да они накатывают в разном порядке да там вот и с разной интенсивностью на нашего на нас разных как бы да и в разных областях по-разному кто-то в семье да у него сейчас аффектирована какая-то одна волна например там синяя да вот такой домостроевец как бы да весь живет по канонам там муж должен зарабатывать жена должна быть домохозяйка и так далее да там типа а на работе он сверх оранжевый инженер сидит в рэнди отделе и жжет как бы да видео трудно себе это представить кажется чаще должно быть наоборот но вот в некоторых наших офисах я видел таких людей очень ярко как бы да вот в каждом в каждом отдельном месте можем быть надо понимать что вот старые уровни они с приходом новых как бы да потихоньку потихоньку ослабевает новые накатывают если хочется разобраться в этом детальнее ну я советую почитать книжку там люди лучше умеющие писать о том что происходит наших душах об этом рассказывают здесь самое важное понимать что да что вот когда эти волны пришли важно их понимать что с каждой следующей волна содержит в себе элементы предыдущей и вот чувствовать весь спектр это хорошо да не надо пытаться стать белым да там соединиться во все вот желтый это не белый до желтый это просто еще одна волна определенного там с определенными характеристиками нет возможности стать идеальным нет возможности стать абсолютно сбалансированным и так далее мы невольно используем доминанту одну еще чуть-чуть можем примешать чаще всего по соседству но так устроен наш мозг мы не можем сразу мыслить на всех уровнях да но понимать их там типы и оценивать мы должны значит что действует по всей спирали вот эти простые вещи да я когда писал анонс да я книжку еще только начал читать смотрел только всякие еще там семинары до этого там бизнес школе мне рассказывали что-то про это и всякое такое но мне очень порадовало что первые три пункта которые написал я она и совпали с тем что рекомендуется в книжке значит похоже похоже правильно угадал значит они что-то понял первое значит в книжке написано конкретно что те кто хотят как-то спиралью управлять использовать все эти знания там типа по жизни они должны быть вежливыми открытыми автократичными вежливая открытость автократизм вот у меня примерно похожие вещи но немножко с моей интерпретации первое это вежливости простота да вот вежливость это очень важная вещь но есть два вида вежливости до вежливость она должна быть в интонациях во внимание к людям в аккуратных нетравмирующих формулировках да для того чтобы никого не раздражать но это должно быть просто вежливость когда человек говорит столько и непонятно и нашим, и вашим, и куда-то там мыслью по древу растекается, это тоже очень обходительно, но это плохо работает. Вежливость, она должна быть в голосе, в подборе слов, в подборе формулировок, а не в великоречивости. Значит, дальше, открытость и искренность. Открытость очень важная вещь, открывать себя, показывать, что ты думаешь и так далее. Те, кто круче тебя, поймут тебя и научатся использовать, остальные смогут нащупать, может быть, пойти за тобой. Это все равно хорошо работает. Просто быть открытым, это одно дело, много говорить о себе, рассказывать, во что я верю, так это не то, что я делаю. Очень важно быть искренним, стараться учиться, говорить то, что действительно думаешь, то, что действительно делаешь, то, что чувствуешь, это важнее, чем говорить правильные вещи, чем давать социально приемлемые ответы. Люди с социально приемлемыми ответами и с апатажем, и с цинизмом умеют жить нормально, а искренность в голову себя не чувствует, от нее растет доверие. Да. Все эти книги, о которых рассказали, четкая ассоциация с Дэйвом Корнегей, это в принципе, когда, через число... Да. Лекция об успехе, как забывать там доверие друзей, как нам... Да, да. Ну, из-за своей решения, самое интересное, что сквозь все бабы, сквозь каждую строчку, у него мысли, что все должно быть искренне. Вы должны действительно, когда вы приходите к какому-то решению, там, с каким-то... Абонитная кризиса, и нет... Да, вот я могу сказать, что вот искренность, она еще не важна, да, вот если говорить про применение, применяя их спирали, да, это очень важный момент. Красный может объяснить, что он искренне ненавидит этого урода, которого нужно подавить, убить и так далее, да. Ну, по крайней мере, ну, к нему могут быть снисходительны, да, и эффект даже является там, типа, слегка смягчающим обстоятельством. С другой стороны, если я скажу, что для того, чтобы люди вас любили, вы должны любить всех людей, то научиться любить правда всех людей, даже если они на вас плюются, оскорбляют вас и даже бьют, ну, не очень сильно, да, вот и все равно их продолжать любить, да, как вот там Христос любил, как Будду любил, еще что-то. Для этого нужен бирюзовый уровень, потому что только в особом состоянии сознания мы способны любить тех, кто с нами плохо обращается. То есть искренность, она двояка, да, вот для того, чтобы искренне всех любить, нужно быть очень продвинутым человеком. Чисто чтением Корнеги тут не обойдешься. А, ну, на самом деле, это же вопрос. Если всех нагибаешь, да, то, как бы, это манипуляция, да, или принуждение, расплата неминуема. Но если без смазки, да, то проблема будет вообще жестокая, как бы, да, и... Да. Я хочу сказать, что я бы сюда еще один пункт добавил, который, в принципе, является самым редомом всего. Соблюдение баланса между всеми этими. Ну, об этом мы дальше поговорим как раз, да. Это вот те вещи, которые... Вообще проблема баланса – это самая главная проблема, которая неразрешима, в принципе. Но это, ну, как бы, все от диалектики кончает, там, спиральной динамикой. Все про поиск баланса. Вот, но, тем не менее, вот эти вещи, да, они такие хороши тем, что их много бывает очень редко в нашей жизни. Со всеми ними баланс смещен не туда, на практике. Вот, ну, в общем, про уверенность и восприимчивость я уже много раз говорил, да. Но важно быть уверенным в себе. Что такое автократизм, да. Автократизм нужен не в смысле, да, убоебизм, да, там, типа, способность всех заставить делать то, что тебе нужно и так далее. Автократизм – это готовность принять личную ответственность за то, что пугает людей, в чем они сомневаются и так далее. Но в нашем мире, когда наемный работник защищен, когда даже акционеры имеют ограниченную ответственность за свои компании и так далее, ответственность – это во многом морально-психологическая категория. И прием ответственности – это ритуальная активность. И вот именно это важно, автократизм. Да, я за вас отвечу, да. Это важная вещь, да, тот же, там, типа, как бы, лидеры нации, да, и Гитлер, и Рузвельт и так далее, да, они говорили, я очень много, как бы, да, вели свои нации в разную сторону, но они действовали так, да. Хорошо. Значит, осознанность и объяснение – это еще, вот первые три пункта, они из книжки, да, дальше это уже от меня. Значит, осознанность и объяснение – это важная апелляция к уровням синего и выше, да. Нужно объяснять, на самом деле, почему ты так думаешь и осознавать это, да, вот как только выбрались из фиолетового, вот это важная вещь. Очень много вещей у нас неосознанных, очень много вещей в нас оседает. То, что осело в нас очень правильно, как бы, и круто, да, оно может быть потом неадекватным, как бы, да, и иметь плохое использование, да. Ну, например, плохо работают, там, не знаю, там, наши страны, допустим, со странами, там, Северной Африки, там, мусульманскими странами, еще что-то трудно налаживать отношения. Например, там есть абсолютное уважение к возрасту, да, оно настолько прочно сидит, и оно ни на чем не основано в быстро меняющемся мире, но оно настолько сильно сидит, что ты вынужден иметь дело всегда с интерфейсом в виде очень-очень-очень взрослых людей, как бы, которые, если он старше тебя, он авторитетнее тебя. Это ритуал, который нужно соблюдать, это можно понять, этим можно жить, за ними стоят те люди, которые делают дело, и все решают, как бы, и так далее. То есть, там тоже есть определенные хаки, да, которые позволяют системе быть работающей, но, ну, 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 все, что можно сделать, только смириться, потому что поменять это в этих обществах очень трудно, вот. А у нас это тоже проявляется, да, зачастую молодые компании, IT, противятся найму взрослых сотрудников, да, потому что, говорят, ну, как вот, системный администратор у нас будет 45-летний, как бы, да, мне будет неудобно попросить его полезть под стол, ко мне кабель подключить. Вот так 45-летний администратор из лучших побуждений остается, из-за нашей ценности уважения к возрасту, остается безработным 45-летним системным администратором. Да. Другой вопрос. Вот вопрос, на самом деле, в том, что инвариант абсолютно, например, программирование, да, вот инвариант обычно это инвариант, физики, инварианты, инварианты, доказательства чего. И известно, что инвариант, на самом деле, он не соблюдается на каждом этапе. Если это инструмент дальнейших построений, то можно смириться с тем, что, на самом деле, это не инвариант. То есть, что я имею в виду, возьмем цикл, программирование, да, и возьмем инвариант цикла. Мы понимаем, что, на самом деле, когда мы говорим инвариант цикла, то он остается инвариантом не на всем продвижении цикла, а только в определенный пункт. Александр, я прошу прощения, как бы, да, у меня есть беда в том, что я, во-первых, не знаю, что такое инвариант цикла. Вот, я слишком давно… Я боюсь, что у меня инвариант – это то, что работает независимо от того, с какими уровнями мы имеем дело. Децол. Это сверху? Да. То есть, ты настаиваешь на том, что вот эти понятия остаются неизменными на каждом цвете? Нет, они не остаются. Они полезны… А что они изменены? Они полезны всегда. Вот вежливость в красном и вежливость в синем – это разные вещи, да, тем более вежливость там в желтом. Но, 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 вежливым надо быть. И можно подбирать, там, инвариант в квадрате, да, там, типа, быть, находить те формулировки, которые по всем уровням будут выглядеть вежливыми. Это, да, это, 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 как бы, это чисто практическое наблюдение, да, причем оно во многом совпадает, действительно, у многих авторов и так далее. Ну, дальше, как бы, да, вот про осознанность объяснения важно, да, человек имеет право, чтобы вы ему объясняли, вы не можете никого заставить делать что-то, потому что это так. То есть, вот, там, старших надо уважать просто потому что. Нет, надо объяснять, почему так происходит. Потому что старшие люди переживают, они будут слабыми, они боятся, что они станутся без поддержки молодых и из-за нервов заставляют, там, типа, да, уважать себя заставил, лучше выдумать не смог и так далее. Надо их простить, если, ну, как бы, если уже взрослым. Можно другое объяснение. Каждый дает свое. Целостность, восприятие и уважение к деталям, да, это тоже важная вещь, очень трудно. Видеть целое, но там, где важно закапываться в детали. Потому что, когда научился увидеть целое, да, чтобы видеть лес за деревьями, очень трудно войти в детальное рассмотрение того места, где это действительно важно. Очень трудно прыгать между этими вещами. Поэтому здесь вот так и формулирую, да, целостность – это очень важно, да, уважение. К деталям – это такой анкор, который нужно иметь в себе в мозгу. И когда действительно становится сложно, увеличиваем масштаб, разбираемся, разбираемся, разбираемся. Не пытаемся отринуть или вставить в какой-то шаблон то, что на самом деле сложно или на самом деле в него не вписывается. Одна деталь может перевернуть все наше представление о ситуации, да, одна деталь, которая никак не ложилась в наше понимание. И, наконец, самый трудный пункт последний, но он для меня просто самый актуальный, что держать в голове правильные вопросы, решая проблемы, гораздо важнее, чем иметь правильные ответы. Вот этому я пытаюсь научиться, пытаюсь, призываю других, но это все равно очень-очень трудно. Раз за разом самые лучшие коллеги, самые мои любимые соратники, да, приходят на очередные митинги с готовыми ответами, даже не уделив внимания тем вопросам, которые перед ними стояли. Это очень большая проблема, потому что нам не нужны чужие ответы на тех вопросов, которые у нас нет. А когда ты приходишь с вопросами, разбираешься, ты научишься дать релевантные ответы той ситуации, которая есть. У меня это вот через личный опыт очень ярко прошло, да, я любил часто, когда мы дискутировали о чем-то, говорить нет. Я потом узнал, что это нехорошо. Начал тренироваться и говорить, не надо говорить нет, не надо говорить нет. Сейчас немножко попустило, сейчас я это реже делаю, но тем не менее. Но переходный период был ужасный, потому что кто-то мне что-нибудь говорил, я ему говорю, нет. Тут же муки совести включались. Я говорил, нет. С паузой. Это было отвратительно, нет и точка. Все, просто до свидания, как бы. Но, в общем, череда-то как-то удалось пройти, как бы, да, но это неправильно. Самый хороший вариант вместо нет и вместо вообще всего, в чем сомневаешься и так далее, это вопросы. Уточняющие вопросы, разные вопросы. Задаешь много вопросов, скорее всего, получишь наконец те ответы, которые тебе были нужны. Все-таки, а что вы вкладываете в определение правильный вопрос? А это правильный вопрос. Для кого-то правильный вопрос, допустим, у меня же раздела котлета или нет. Он сидит на митинге и думает о П. Ну, на самом деле... Вот вопрос, как заплатить проект. Ну, да. Этому можно посвятить, на самом деле, отдельно эти толк. Но, на самом деле, цитату эту я люблю из фильма «Я робот», да, где там, типа, в ответах я ограничен, а это правильный вопрос, да, как рассказывал Гуаграмма профессора. Вот. Но, на самом деле, правильные вопросы – это открытые вопросы, которые действительно показывают нашу заинтересованность в том, чтобы мы восприняли какую-то новую информацию и всякое такое, да. Правильный вопрос – это не вопрос, который сбрасывает с нас ответственность, заставляет нас манипулировать кем-то и так далее. Правильный вопрос подразумевает открытость к получению новой информации и изменение собственных действий в соответствии с полученной информацией. Окей. Где мы? Где мы сейчас живем? Мы сейчас живем в мире, который внизу нарисован, да. Он красно-синий-оранжевый. Например, в России такая толстая синяя полоса, в Украине она потоньше, да. Но красно-оранжевый с двух сторон там ярко присутствует. Вот, оранжевый. Ну, оранжевый, здесь нарисован оранжевый, да. Цвета на компьютере искажаются, да. Вот. Поэтому вот в этом связана проблема. Дороги у нас красные, да, ярко, да, там типа. Когда рухнул Советский Союз, выпустили оранжевых, давайте добивайте успеха. Но их стали не любить коллективисты, да. И держать это можно только через синее. Поэтому синее получает столько места, как бы, да. И хотя те, кто что-то делают, да, и красные, которых мы не любим, и оранжевые, которых мы любим и воспринимаем как-то, и так далее. Они все вынуждены там обращаться к синему, чтобы хоть как-то играть по правилам, как бы, да. Ну, там, это тяжелая проблема, как бы, да, но нанимают в результате, как бы, хитрых желтых, да, которые там все разруливают. Вот. А IT-компании, которые во всем это дело воткнуты, они другие, они оранжево-зелено-синие. А это сверху воркнута IT-компания. Да. В виде флажка. Да. Но стержень ее это желтый. Стержень желтый, да. Справедливо. Это мы сказали, что желтый, это, по сути, такой серый кардинал. Он как бы не пределах, но он бы всем всем уговорит. Ну, это может быть стержень. Да, 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 да. Это может быть стержень. В книжке написано, вот, и по себе могу сказать, я последние 10 лет занимался только тем, что лишал себя власти последовательно. Вот. И это никак не мешает мне осуществлять свою миссию. Зато это заставляет меня действовать больше желтыми методами. Да, в этой книжке очень правильный посыл. Мы не можем измениться ментальными упражнениями. Меняет нас среда сложная, в которой мы охотимся. Чем сложнее себе ставим задачи, тем изощреннее мы можем научиться решать проблемы. Чем меньше у тебя рычагов и возможностей, тем более хитрый способ это должен использовать. У меня вообще правого голоса уже практически нигде нет. Вот. Ну, нормально, как бы, да, это никак не мешает. Формального вопроса. Да, да. Благодаря тем людям, которым вы передали в свое время час власти, вы можете... Да. Неправильная фраза использовать. Я старался специально подбирать тех людей, с которыми со мной были не согласны как можно чаще. Потому что это позволяет мне не переживать за собственные ошибки так сильно. Перенести ответственность. Нет. Просто не переживать. Потому что если нет оппозиции, то не работают диалектические принципы принятия решений, нахождения того самого баланса, о котором говорились. Система должна развиваться естественно. Должны чувствоваться все составляющие. Только почувствовавших, воспринять, ты можешь верить, что принял лучшее решение из возможных. А если с тобой, ну как бы, ну из-за того, что я очень там, типа у меня там хорошие волевые качества, я очень писюч, как бы могу много писать на списках рассылки и так далее, я хорошо спорю, полемизирую. В результате со мной проще согласиться. Вот что и происходит чаще всего. Поэтому то, что со мной согласились, совсем не значит, что я действительно верю, что со мной согласились. Как бы, да, это важные моменты. Потому что, ну да, в запале я все равно могу продолжать спорить. Но все равно потом я все это перечитаю и сделаю какие-нибудь изменения или еще что-то. Но я вынужден подстраивать систему, которая заставляла бы меня расти над собой. Да, иначе не получится. Ну, наш мозг очень изобретателен и всегда выберет путь наименьшего сопротивления, если вот такую баррикаду на нем не поставить. Вот. Все равно работает не очень хорошо, но лучше, чем раньше. Значит, дальше. Значит, мне очень нравится во всей этой теории гуманистический заряд. Во-первых, рост это стимул к пониманию и принятию. Да, это очень важная вещь. То есть, в данном случае мы говорим, что следующие уровни, да, они понимают и принимают предыдущие. Да, вот где цепочка? Вот мы должны понимать, где мы. Оранжевые, да, там оранжевые нас ведут. Синие, там, да, это те, кто играют по правилам и учатся еще, как делать правильно. Там изучают паттерны, там методологии, еще что-нибудь. Те, кто, да. Зеленые, это те, кто уже радуются коллективу, пытаются делать так, чтобы они ссорились, да, и всякое такое. И вот более высокие уровни, они обязаны принимать и понимать более низкие, да. Да, там, ну я действительно ясно вижу, что, вот, например, там типа зеленых людей и оранжевых людей уже гораздо труднее разозлить каким-нибудь красным эпатажем. Да, вот, ну, а когда там появляются желтые люди, им вообще все равно. Вот. Дальше. Очень мне нравится в этом деле то, что сложность предлагается вместо проблем и конфликтов. Мы не говорим про противоречие, истину против истины, еще что-то. Мы говорим, что, блин, сложно. Вот не найти простого решения, которое бы всем понравилось. Сложно. На сложность мы пытаемся вырасти и дать более сложные ответы. Против сложного не попрешь, это так есть. Потому что, если более простыми категориями пользоваться, правильные, неправильные и так далее, то сразу холивары начинаются. Вот. И еще очень важный вывод, который для меня был очень важен гуманистически, что на сложную работу, в сложной среде нужно брать на работу сложных людей. Всех нас точит желание брать людей проще себя. Вот, все время говорят, да, руководители категории А берут руководители категории А, руководители категории Б, только люди руководители там Б и С. Ну, все-то мы А, конечно, да, там, типа, ну, подразумевается на всех таких разговорах, как бы, да, мы-то все правильные, какие-то они неправильные, да. Вот, всех нас, я точно знаю, у всех есть желание брать людей попроще, которые находятся на уровнях попроще. Очень редкий желтый захочет работать зеленым, как бы, и возьмет его себе подчиненным. Очень редкий зеленый, как бы, да, фу, очень редкий оранжевый возьмет себе зеленого, как бы, в подчиненное. Очень редкий зеленый поверит в желтого, как бы, да, там, ну, а чтобы красный, там, да, начал... действовать другими уровнями но это вообще редкий случай у одизиса про это очень много похоже в его дисфункциональных стилях как бы да там говорит про одинокого рейнджера такого предпринимательства может административным началом который у него только посыльные есть только продолжение его сил те кто ему присягнули подпевал и посыльные все и вот такая и и такого рода компании мы встречаем и иногда они там с нашими заказчиками нужно их понять и принять но для того чтобы это происходило нужны сложные люди со сложными людьми сложно и это все равно правильно вот дальше упражнение которое мы часто на делать не будем она простое но вы неплохо если вы вы проделываете сами для себя до раскрасим организацию понять где какие люди нужны ну самое очевидное кто нужен в маркетинге руль живые до вперед как бы да вот оранжевые в продажах значит нужны в маркетинге нужны но в маркетинге это в нашей индустрии в нормальном маркетинге который в fmcg компаниях какие в fmcg синие а в пиаре красные вот то что красные самые экспрессивные будучи заряжены одной идеей они всех очень четко зажигают как бы да вот а вот высокого полета как бы там там желтые как бы да которые знают когда как чем каким нужно быть как хамелеончики да в пиаре а в маркетинге вот к там где много данных там синие да а там где как у нас как бы b2b там проектов не так много они длинные среда сложная да там желтые гибкие люди чаще всего что-то изобретают там но им нужны все равно синие аналитики в большом количестве чтобы помогать им если что-то статистическое сайт оптимизировать и дворцами заниматься еще чем-то где еще нужны оранжевые продажах да сказали а где еще и в инжиниринге как раз нет нет ну вот эту кучу на кучу на кучу на в рынке более не менее кучу нужны да вот потому что до греет как бы наплевать как бы у оранжевых не чувство вины да вот синих инженеров очень губит вина за неуспех проекта переживания не готовность делать что-то что не даст наверняка результата желание иметь четкие требования как бы да и по ним все уж исполнить и гарантировать и хороший результат у синие это вообще вина как бы да и инженеров это вот кто 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 в синей фазе текст и сильно треплет как бы да оранжевые уже вины не испытывают им хорошо да а инжиниринг на самом деле это в общем вот воплотить что-то что уже описано да вот а по каким-то спецификациям а рэнди это найди то не знаю что но я полярные точки сказал конечно не нигде в мире нет двух полюсов между которым пустота и все переходные формы но тем не менее вот полярные точки там в рэнди сделайте нам пяток революционных инноваций которые сделают нашу компанию самый богатый в мире да если так можно было ну был бы essence любого рэнди отдела хорошо теперь вот поговорим про собственно девиз мы уже ближайся к концу слава богу кто эволюционировал значит во первых очень важный момент до уважение на самом деле в прямом понятии уважения очень хорошее понятие да но уважение понятие опасное потому что она она приходит в красном за кого меня принимают в этой гостинице меня уважают или нет как бы да там вот там меня козлом назвал теперь только твоя кровь смоет как бы да потому что уважение это закон улиц да и она идет где-то там типа вот там вниз до берут и не уважаешь вот это 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 тонкая вещь как бы да вот на более высоких уровнях уважение она модифицируется да не в персонифицированную вещь а в принятие развития да вы принимаете меня как бы да таким как я есть вы терпите меня вы даете мне помогаете мне развиваться это как бы это 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 важно вместо уважения как бы да вот уважение не к статичному уважение к изменению к ко мне как к чему-то да что может быть другим это тонкая грань но очень важно и важно это понимать когда мы принимаем какого-то человека да мы должны в отличие от другой типологии не может стать это вот такой тип и все да дальше мы ему может сказать теперь вот учись этому этому пока не научишься не будешь лучше нет мы понимаем что если вы поставить в среду и дать развиваться он сделать во всех есть эти 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 слои надо что просто они вскрылись чтобы произошли вот эти открытия которые принесут соответствующие уровни по крайней мере до зеленого так точно работает просто нужно управлять средой и уберегать от каких-то тяжелых эмоциональных ситуаций которые заставляют людей залипать в своих уровнях становиться фанатиками веры террористами еще чем-то там да там холивар щиками вот кто ведет из застоя самолюбования да это вопрос оранжевый пижон или желтый чужак то это важно для синих и зеленых компаний которые встречаются в нашей индустрии может быть кто-то там работает работал или будет работать в таких компаниях где доминирует другой слой да оранжевые нужны но часто их не любят их не любят за то что они индивидуалисты из-за того что они яркие они любят демонстрировать свой успех и так далее и так далее но они нужны они нужны и нужно их любить как бы да и принимать и даже и даже если это претит нашей нашей наружием вот это это очень четко следует из попытки проанализировать окружающий мир с точки зрения спиральной динамики но желтый чужак это то же самое да если мы кого-то не понимаем почему он делает какого-то руководителя еще чего-то но он таки нам все объясняет придраться к результатам его действия невозможно и всякое такое наверное мы имеем дело в общем с разумным человеком да и то что мы не можем его понять как бы да он может даже выглядеть каким-то идиотом если он знает ради чего он выглядит чтобы сплотить всех против себя и так далее я там зачастую умный тренер может себя вести таким образом чтобы стимбюдить команду и всякое такое вот но антропологический взгляд позволяет увидеть желтого я вот жалею что в какие-то моменты там в своей жизни своего развития не рассмотрел таких людей боялся их как бы да из-за этого может быть и я и компания теряли какие-то возможности дальше взгляд антрополога от плохого к хорошему плохого и хорошего к естественному противоестественному да но это все типизации к этому идут спиральная динамика лучше всего по моему из всех типизации к этому ведет нет плохого и хорошего нет идеального там и не идеального да есть естественное противоестественное и естественное противоестественно зависит от уровня на котором мы все это дело рассматриваем человек не может перепрыгнуться на уровне другой мгновенно находясь в своей среде и в каком круге задач там милиционер но полицейские дать как теперь уже во всех странах там вахтер еще что-то он сформирован своей средой не нужно от него ждать чего-то да там типа там профессиональный боксер тоже там продукт того чем он занимается в нем должно быть много красного который он наверняка держит под контролем если он там живет но он он так работает до без красного сильно морду не набьешь вот и собственно рассматриваю с такой точки зрения очень легко к нему хорошо относиться до понимая что потом среда изменится и он изменится на самом деле ну вот почитайте книжку да там много написано про то кто может кто не может с кем нужно смириться и так далее могу сказать что вот по моему наблюдению если человек активно не сопротивляется то он меняется под воздействием среды адаптация встроена в нас пока мы хоть как-то еще живы там да 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 очень пока мозг работает хорошо мы адаптируемся но медленно медленно и плюс зачастую мы когда реагируем на изменения мы часто реагируем ну делая тоже самое больше данных помните как в какой-то старые шутки наших юмористов да там мы посеяли сколько-то там чего-то там ее все пожал от ляда потом посеяли еще в два раза больше там посеяв 10 раз больше пускай подавятся как бы да вот делать еще сложнее процесс еще круче я буду своей харизмой всех давить как бы и коварством коварить как бы да там не знаю там типа еще больше буду заботиться о всех и проповедовать как важно нам там типа разделять мусор защищать нашу среду и почему мы должны заниматься зелеными проектами даже в убыток себе да то есть ну я бы и добавлю этого и все станет хорошо как бы да это это если я фиктируюсь и пытаюсь отвечать не изменениями на изменения а застреванием в каком-то уровне да вот происходит чаще всего застревание от того что чрезмерное давление оказывается из-за того что мы слишком быстро хотим кого-то куда-то продвинуть поэтому очень важно до человека открыть этому всему до вар для этого нужно его успокоить поговорить с ним на его языке и всякое такое так это и тогда появятся шансы что постепенно он эволюционирует и ну и не нужно ждать конечно что это произойдет мгновенно годы нужны причем на самом деле чем старше человек тем он обычно умнее продвинуть и но тем медленнее он мигрирует по уровням и если он регрессировал в какую-то упертую позицию то потом его трудно раскачивать вот значит и наконец вот практически главный слайд причем здесь мотивация почему я вам вот уже два часа рассказываю про те вещи которые к мотивации непонятно какое отношение имеют потому что от моей точки зрения это непосредственно отношениях мотивации таки имеет из три подхода зачем изучать спиральную динамику зачем пытаться встроить ее себе в голову использовать для мотивации есть вот подходов больше это те которые для меня очевидно да нужно искать оранжево-зелено-желтых лидеров с максимальным числом открытых уровней до которые хорошо понимают и принимают другие уровни тоже это очень эффективно это про тех самых сложных людей на но в терминах этой системы нужны вот такие лидеры от оранжевого вверх лидеры как бы синие опасно с и не доминанты вот лидеры красные ужасно как бы да для развития компании для мотивации людей и так далее будет шорт термизм развиваться в компании нужны сложные люди да но вот оранжево-зеленый желтый они должны быть не ярко оранжевый не ярко-зеленые да как бы к забывшие про все остальные уровни а понимающих и воспринимающие те самые сложные люди от которых фиг дождешься простого ответа и простого решения дальше использование спектральной типизации для того чтобы создавать более совместивые группы и адресовать мотивационные инструменты я сейчас очень много хороших инструментов каждому разному уровню нужно адресовать их по-разному разговаривая с синим нужно сослаться на политику объяснить что его как его зарплата зависит от формальных критериев и как работает процесс процедурная справедливость лечит синий прекрасно да оранжевому нужно объяснить в какой референтной группе он на самом деле успешен чтобы ему полегчало и какая у него есть перспектива как бы да и дать определенную свободу развиваться дальше и может быть строить свой успех дальше как вода и с ним важно и помечтать и так далее вот и кого что деньги как простой в мире успеха как бы они конструктивно каждый понимает да раньше внешне глупые да что все равно есть тот кто больше зарабатывает все равно мало шансов что ты будешь самым богатым человеком на земле как бы да там во всех отношениях и зарплата больше всех и активов больше всех и всего больше всех вообще вот нового это бессмысленно как Но на каждый уровень нужно завернуть по-своему. Когда встречаешь кого-то регрессировавшего фиолетового, можно понять, что человек пережил какую-то тяжелую ситуацию. С этим можно тоже разбираться и не нужно сразу говорить, да ты что, астрология, ты дура. Это совершенно бессмысленно, потому что астрология – это фиолетовое прибежище тех, кому нужно хоть какую-то опору найти, и в ней есть смысл, она помогает. Потому что это некий рендом на самом деле, который помогает принять какое-то решение, хоть случайное, но принять, но помогает. Но не всем, ну ладно. Использовать для оранжевых, это последнее самое интересное. У нас много оранжевых, много лидеров оранжевых. Эти лидеры чудесные, но они раздражают многих из-за того, что они эгоисты, индивидуалы и так далее. Но если им разъяснить спиральную динамику, если она в голову устроилась, то двигаться в зеленое, дальше в желтое будет веселее, потому что это же все-таки спираль, и все-таки она ведет куда-то к более продвинутым уровням. Специально для них придумали то, что меня отвращало от спиральной динамики очень долго, вот про все эти уровни, мастер спирали, приходи на желто-бирюзовый, научишься управлять спиралью, и овладеешь миром. Ну, брехня все это, да? Я все думал, почему, ну потому что тренинги покупают оранжевые, и тренеры, и книжку писали те, кто продавали свои услуги консалтинговые оранжевым и так далее. И поэтому, конечно, для оранжевых это все завернуто в эти уровни. Желто-бирюзовый уровень отнюдь не такие, ну, как бы там какое-то мастерство еще-то. Они про людей со своими проблемами, со своими возможностями и всем таким, как бы, да? Вот. Я там два раза в жизни оказывался в ярко-желтом состоянии, и не могу сказать, что это хорошо. Потому что, в общем, масса радостей жизни уходит. Вы говорите, что это спираль, и, соответственно, ну, если представить, то связь между вот этими метками, она должна быть такой же, вот, между верхней метками, такой же, как и между боковыми. Почему это не прямая? Почему это спираль? Вы не сказали, что это синево-зелено, там, бедово. Ну, они все коллективистские, как бы, да? Да? Все включают, ну, это метафора авторов, да? Почему? Ну, как бы, мне она нравится, почему? Потому что все движется по циклам, да? И вопрос по кругу мы ходим, или все-таки по спирали, он существенный, да? И то, что мы ходим между коллективным и индивидуальным, то, что мы вот все время так движемся, да? Зациклились мы это, какой-то дежавю мы ходим, или все-таки как-то двигаемся, да? Здесь показано, что как-то мы поднимаемся вверх. Ну, ходим туда-сюда, можно назвать зигзаг, можно назвать спираль, как бы. Ну, да, да, да. Но это метафора, которая придумана, она типа хорошая, да? Понятное дело, что это, на самом деле, матрешка такая, как бы, да? Даже не спираль. Матрешка – это самая идеальная метафора. Но матрешкой желтым не продашь, как бы, да? Матрешка бирюзовая, она не включает? Да. Оно все включает, причем сразу. Вот бирюзовое, оно такое вообще, как бы, все включает. Как? Не знаю, там, то ли мухоморы, то ли еще что-то. Вот. Но, как бы, на самом деле, вот поднять в себе эти вещи можно, но это почти бежевое упражнение, да? Вот. Вот с пробоем фиолетовость, как бы, да, вот. Вот, как бы, вот возбудить себе жуткую веру в людей, как бы, да? Вот я могу заставить себя почувствовать жуткую любовь ко всем, как бы, да? Вот практически буддистскую, как бы, вот такую вот. И ощутить просто нежное ощущение каждому человеку. Но это, как бы, ну, зачем, к чему и почему и когда, как бы, я знаю очень редко, да? Потому что у меня желтого много, но бирюзового отнюдь немного, да? Я могу кое-что понять из этого уровня. Но хорошо ответить на вопросы про бирюзовый уровень я не смогу. Ну, какие-то доли процента людей на земле бирюзовые. В общем, кто это конкретно неизвестно. Вот, в книжке написано, ну, конечно, там оранжевые, те, кто продают эту методологию, рассказывают и так далее, они уже коралловых нарисовали, как бы, это дальше. А дальше еще что-то ведет, как бы, там, спираль продолжают доделывать. Но это не имеет значения, там, тебя, да? Практичное значение имеет то, что находится вокруг оранжевого, который в нашей индустрии доминирует. Ну, и кому интересно, можно про среду понимать. Приходит заказчик. Вот у нас такой вот стартап делает на нефтяные деньги. Ну, не надо ждать от того, что он будет не красно-синим. Не надо от него ждать понимания нас. Нужно разговаривать с ним на его языке. Это гораздо проще. У нас нет способа его переделать. Если он останется IT-стартапером лет на 10, он поменяется. Вот. Домашнее задание. Задание, наконец, перехожу. Значит, что почитать, кроме главной книжки? Вот. Надо читать желтоватых и бирюзовеньких авторов. Вот. Их трудно найти, но это очень интересно. Да? Я их рекомендую все время там одних и тех же, да? Какие-нибудь дзен-трактаты и про йогу и так далее. Это про бирюзовое. Мне кажется, лучшего ничего не написано, на самом деле, до сих пор. Вот. Про всякую физиологию там, не знаю. Там еще про всякое разное. Это все есть бирюзовый уровень. Там, как бы, книжки, кажущиеся рациональному человеку страннейшими. Но, тем не менее, которые множество людей признает очень эффективными и решившими их проблемы. Вот. Желтоватые – это те, кто пишет про системный анализ. Под самыми разными соусами, но применительно к бизнесу, к организации команды и так далее. Вот. Ну, ключевые имена я здесь уже называл, как бы, да? Ищите, ищите. Потому что я, поскольку не являюсь экспертом по всеми этими, находящимся на каком-нибудь сверхвысоком уровне, да? Там, вот. Я не могу вам однозначно сказать, кто что. Каждый, пускай ищет для себя, как бы, да? Что поделать? Вот упражнение «Искать Будду в себе», учиться любить всех и принимать всех, как бы, да? И любить их такими, какие они есть. И любить их не только эмоционально, но и практично. А вот этого человека я бы мог завязать для этого, как бы, да? Одновременно любя его. Это крутейшие упражнения. Причем лучше не про свою команду думайте, а то, как бы, это слишком больно, как бы, подвержено вещам. А вот так просто, в крепостном порядке. Вот на всех посмотрели здесь, как бы, и подумали, для чего этого человека завязать. Вот. И, естественно, любить его сильно. Вот. В чем себя убеждать, да? В том, что надо в голове держать вопросы вместо ответов. Ну, это я для себя написал, но мне кажется, что это поможет очень многим. По крайней мере, по выборке, которая есть в моей любимой компании. Вот. Никогда не надо приходить на митинг и рассказывать решение. Вот. Какое это, которое вы нашли. До того, как объяснили, собственно, решение, чего вы искали и почему. Еще лучше, конечно, прийти с пустой головой и с вопросом о проблеме. Значит, что тренировать? Вот взгляд антрополога – это очень важное упражнение. Как бы, взглядеть и анализировать, анализировать. У меня был очень зрелый коллега, как бы он сейчас, наш заказчик, и много где работал. Очень сильно повлиял на Детарт. Но не прижился, как бы, у нас. Два раза у нас работал, два раза уходил. Остался хорошим другом, как бы. И вот он первый раз, когда пришел, я помню, он меня потряс, как бы, да? Когда он пришел, он говорит, ага, как у вас делают? Ага, вот так, 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 так. А, ну ладно, и я так пока буду. Я тогда в штыре у меня. Вот такой подход крутый. Он приходит первый день на работу, и он смотрит, как что делают, как бы, пока начинает делать так же. Потом разберется, как делать лучше, чем у нас научить. Потом он нам много чего принес. Многое мы взяли, многое мы отбросили. Он не был идеален, еще чего-то. Он был зрелый, да? Он достаточно был крут. Вот. И последнее, да? Это ловушки для желтых, а тем более для оранжевых. Не пытаться стать мастером в спирали. Книжки, тренинги. Если пойдете на YouTube, там куча народу лучше меня рассказывает про эту спираль. Хорошие тренеры, хорошие вещи говорят, как бы, и зовут на мастерский курс потом. Они продают. Вот. Там книжка написана консультантами, да? Вот эта вот, которая переведена. Она продает. Она написана про мастера в спирали, как быть, с кучей каких-то схем и так далее. Ну, вот, мастерство, как бы, да, быть мастером спирали, еще чего-то, это ложная цель, она оранжевая. Вот. На самом деле, научиться хотя бы понимать всех людей в спирали, видеть эти цвета и так далее, это уже приведет к тем изменениям, которые дальше все сделают за вас. Вы просто поменяетесь внутренне, на самом деле. Все. Да, готов отвечать на вопросы. Компитация спирали, это ваша идея? Нет, это придумали вот те два товарища, которые написали книжку. Я сейчас ее покажу здесь, собственно, отмотав все назад. Я все время не помню, как их зовут. Вот, вот, Дон Эдвард Бек и Кристофер Кован, Кристофер Кован. Это люди, сам Грейвс, да, он обозначал уровни буквами алфавита. Как бы, условия жизни такие, вторая половина алфавита, уровни первой половины алфавита. Вот. Они решили, что поскольку буквы алфавита, они все равно вверх идут, это будет казаться, что новые уровни круче старых. То лучше возьмем цвета. Но все равно оставили спираль, и все равно всем все кажется. Вот. Поэтому ничего на самом деле не изменили, но выбрали цвета. Цвета мнемонические, их легче запомнить, чем буквы. Но при этом они такие избивают с толку иногда. Красный для вот красного, он неплох. Как бы, да, он и выразительный, он и агрессивный, и всякий такой, да. А там вот желтый с оранжевым, я их плохо отличаю, как бы, да. Что такое бежевый, да, почему выбрали цвет кожи, да. Чьей кожи. Люди не только бежевые бывают, всякие такое. Ну, то есть, сложная эта ситуация. Да. Да, еще вопросы. Да. А на каком вы уровне? Вот вы про все уровни рассказали. Да, я могу сказать, что у меня на самом деле, ну, пик, наверное, на желтом, как бы, да. Во мне довольно много зеленого. Вот, 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 в этой области, в этой области. А вы иногда спускаетесь там для решения каких-то вопросов, например, на красный уровень, потому что иначе не протолкнуть. Хитрый стал, избегаю. Не нравится мне там. Нет, даже, вот я даже не умею так разговаривать. Я уважаю тех людей, которые умеют, если надо, открыть, там, серии, там, рот и объяснить правильными словами, кто тут, чего должен, и так далее. Это иногда помогает решать проблемы. Но мне трудно, и во мне слишком много зеленого, да. Если вот, когда я становлюсь чисто желтым, да, как бы, то будет проще. Но я вот, я говорю, что я два раза забирался на почти желтый цвет, как бы, да, тем, что вообще эмоциями не пользовался, думал, расставлял людей, еще так далее, и так далее. Ну, и верил в том, что я не являюсь, там, манипулятором или еще чем-то, потому что я уж точно не движим, там, жаждой наживы, еще чего-то и так далее, да. Но потом, в общем, у меня появились к себе самому претензии, да, потому что я понял, что я таки пытаюсь сделать ситуацию как можно более хаотичной, потому что мне это выгодно, да. Аучность меня совсем не держит, но власть не последняя вещь в моем организме, как бы, да. И, да, и вот в этом аспекте я тоже не идеален, как бы, и все это нужно чувствовать, все это нужно понимать, да. И, в общем, я откатывался раз за разом, как бы, да, и, допустим, и бежевого во мне тоже очень много. Я очень люблю есть, я очень не люблю, когда у меня пробуют из тарелки. То есть я, ну, научен этикету, да, я, естественно, там, где это принято, там, в Штатах, легко разрешу, там, у меня что-то попробовать. Ну, каждый раз во мне что-то подпрыгивает, это моя еда, не смей ее трогать. Вот, не потому что мне кажется, что она будет грязной, я легко чужое доем без проблем, я не брезглив, как бы, да. Чужая еда – это хорошо, если я... Главное, что это еда. Но меня на службе переклинило, как бы, да, я там весил в два раза меньше, чем сейчас, вот, и был очень голодный, как бы. С тех пор весь мир поделился на еду и не еду, как бы, да, там, типа, вот. И бежевый – это уровень, большой уровень, там, и черпать наслаждение. Черпать наслаждение в красном, черпать наслаждение за счет других. Бежевый – это чистое наслаждение, да. Самый вкусный ресторан куда-то пришел страшно голодным, да, вот, и всякое такое. Ну, вот, ну, как, как, когда я как раз и отмораживал эмоции, да, там, типа, зато я научился терпеть так, чтобы испытывать физиологические наслаждения, да. Попробуйте в туалет задержаться на несколько часов, как бы, потом будет очень хорошо, когда, да. Вот, ну, надо, но это кроме шуток, да, поэтому бежевый тоже значимый. Мне кажется, что вот эти бежевые вещи, они неизбежны спутник, там, типа, вот, желтизны, еще чего-то, потому что там оно исконное. Вот это вот, 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 вот эта вот связь, она, она и, безусловно, отслеживается. И, как бы, вот, во мне очень мало синего, я возненавидел синий цвет, как бы, да, когда был на службе, его сейчас, как бы, испытывал большие сложности, да, почему? Потому что, как желтый, я очень интересуюсь намерениями людей, да, то есть, если у людей, у людей хорошее намерение, они хотят чего-то хорошего, вот, дальше уже работа, как из этого сделать, если у человека намерение, как бы, мне не нравится, то есть, человек одержим аучностью, желанием власти ради власти, еще чем-то, то я буду стараться избегать работы с ним. Если я не вижу ничего о человеке темного, а ведет он себя, как урод, как бы, да, как кажется, вот, но из лучших побуждений и хочет сделать, как лучше и так далее, то здесь какие-то ценностные конфликты, нужно разбираться, не нужно принимать решения, нужно искать пути сближения, и время все полечит. Вот, и этого я вижу очень много, например, люди, которые любят дисциплину, у которых ценности армейские, там, да, какие-то офицерские, еще чего-то близки им, им со мной сложно, мне с ними сложно часто бывает, потому что я после службы вынес одну, я ненавижу весь синий, я ненавижу весь порядок, я ненавижу все процедуры, уставы и так далее, глубоко всей душой ненавижу, да, и вместе, конечно, с водой выплеснула ребенка тоже. Как бы, как бы, я, ну, можно сказать так, да, в армии есть синее, есть фиолетовое, да, и так далее, но синего очень много, как бы, на самом деле, потому что те, кто это делает, они знают, зачем, и зачем регрессировать бойцов на красно-фиолетовый уровень, тоже понятно, да, самое идеальное это фиолетовое с легко актуализированным красным солдаты, да, они идут на смерть. Хорошо. Что? Легко управлять, хорошо бойцовый. Да, 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 я вот, и меня самого регрессировали сильно на службе, да, я вот хорошо помню вот эпизод, который у меня отпечатывался всю жизнь, да, я там что-то убираю какое-то, копаю, вот стоит ведро с краской, ну, и куча мусора, куда я все сношу, и двое, как бы, ребят, как бы, да, из моего же экипажа раскачивают какую-то арматурину с куском бетона, чтобы кинуть ее в кучу, соответственно, в моем направлении. Вот летит эта арматурина, и у меня в голове проносятся мысли, так, если она не долетит до ведра, то упадет там, бог с ней, поднимут, донесут. Если она перелетит, упадет не на ногу, тоже ничего страшного. Сломает мне ногу, полежу в госпитале, отдохну, ничего, меня это не пугало вообще. А вот если упадет на ведро с краской, потом, как я форму отстираю. Вот я понимаю, что делают с мозгом, да, как бы, и зачем это все нужно. Я в тот момент зауважал систему резко, потому что, да, из меня сделали, как бы, человек глубоко не приспособленного к, у меня потом на камбуз таки, да, да, меня таки списали на камбуз, в конце концов, посудомойку, вот, мыть посуду до конца службы, вот, потому что я пообещал, выходя из гуманистических соображений, взорвать лодку, если начнется война, потому что наш экипаж мне не нравится, а против немцев я ничего против не имею, как бы, на которых была наша торпеда нацелена. И меня, в общем, там были умные люди, которым я это сказал, как бы, они меня не стали сразу сажать в тюрьму и так далее, меня отправили на камбуз. Но, вот, в тот момент, как бы, да, когда это было в учебке и так далее, я вот еще не отрастил шкурку нужную и понимал, что, как бы, вот, в тот момент я был готов к использованию в качестве пушечного мяса. Это было интересно. И поэтому армия это синяя, как бы, да, и синяя вообще это очень хорошая вещь, да. Вот вырабатывать смыслы очень трудно. Синяя дает мощные смыслы, да, которые интегрированы в систему. Синяя очень крутая штука, да, и до сих пор, вот, и у нас, и в обществе, и так далее, синий – это такой фундамент. Вот. Но, вот, у меня с синим проблемы, да, поэтому я, в общем, очень ценю в нашей... У нас компания вообще такая вот, оранжевая, только тоненький оранжевый, да, очень много зеленого, которое цветет, да. Желтая прорастает уже там активно местами. Все гибко, все и так возможно, там никаких принципов нет. Ко всему можно приспособиться, как бы, и приспособить всех, да, все люди хороши. Вот. Зеленое, яркое. И дальше там уже пошел убывающий спектр. Оранжевого очень хочется, но его там как-то подгнабливают, да. А дальше там, вот, синему совсем не дает раскрыться, оно нужно. Поэтому каждого синего, которого принимает коллектив, нужно за ним отдельно ухаживать и заботиться, да. Ну, а дальше, как бы, ну, с красными вообще очень интересно, там, ну, их, их, они почти не выживают. Вот, там, один-два красных человека есть в компании, которые очень нужны на своих постах, да. 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 Шарен, через весь оклад много красных нитей, но сейчас на цветение не будет. А Адзен, через спиральную динамику, я не знаю никакого, подскажи, что общего это? Ну, спиральная динамик, естественно, проходит красной нитью через сегодняшний доклад, потому что он был про спиральную динамику во многом. Вот, я о ней первый раз говорю, да. А Адзен не проходил красной нитью через сегодняшний доклад, он проходит красной нитью через все мои доклады. Вот, и сегодня немножко я про Адзен тоже говорю, потому что люблю про него говорить, как бы, да. Адзен, с моей точки зрения, это одна из идеологий очень живучих, которая многим нравится и дает нам очень хорошие аналогии, аллегории. И совсем не из рационального поля. Вот этим она мне ужасно нравится. Потому что мы все жутко левополушарные, все жутко рациональные, все жутко материалистичные. А Дзен учит нас мыслить другими категориями. И вот примеры, которые я долго объяснял через какие-то мысленные эксперименты, необходимость, периодически гибкость в моральных категориях или еще в чем-то. Нужно ли готовить людей к собеседованиям? Нужно ли списываться шпаргалок? И всякое такое. Ну, вот это очень хороший вопрос. Я долго рассказывал про всякие мысленные эксперименты, почему нужно делать. Звучало это так себе. А потом узнал про один дзенский кан, который звучит примерно так. Я забыл, как зовут военачальника, но он имел небольшую, компактную, очень хорошо организованную армию самураев, которая должна была победить армию, которая в 10 раз больше. Он знал, что это возможно. Но понимал, что это возможно только если его самураи не испугаются и превосходящих сил противника будут делать то, что надо, и они разобьют ту армию. Он это знал. Но он знал, что его самураи люди фиолетовые, в общем, говоря сегодняшним языком. Поэтому он пошел в ближайшую пагоду, сказал, что он помолился и попросил богов послать знак о том, победят они сегодня или нет. Брой сказал, вот монетка, выпадет там орел, мы победим. Бросил монетку, выпал орел, они пошли, победили. К нему потом подошел какой-то монах, который там в трипогоде ошивался и сказал, ну как это, никто не может предсказать будущее. Он открыл монетку, где было два орла, сказал, а я могу. Это та самая ситуация. Открывается очень много сторон. Инициативным быть важнее, чем правильным. Иногда ты принимаешь риск, кто не рискует, тот не выигрывает, тот не получает большой победы. Иногда правда это то, что нужно сказать, а не то, что действительно является правдой. Бывают вопросы, на которые есть только один правильный ответ. Они много. Когда тебя жена или девушка спрашивают, ты меня любишь, то есть ответ правильный, я тебя люблю. Ее не интересует, как ты чувствуешь. Ее интересуют свои переживания. Когда ее интересует, как ты чувствуешь, она не будет задавать дурацкий вопрос. Там все интереснее. Мир сложен, дзен помогает это понимать. В дзене очень много интересных тем происходит. И даже в книжке эмоции, которые испытывают желтые, назвали лишь раздражением по поводу эффективности, а в синих, в бирюзовых просыпаются дзенские эмоции. Все как-то туда отсылаются. В комментах, где рассуждают психологи и тренеры, которые обсуждают эту методику, там часто встречаются отсылки на йогу, всякие там буддизмы или еще что-то. Что-то явно про это есть. Но я не рекомендую погружаться в изучение дзена. Это сложная практика и долговременная. Многие говорят, что йога даже полезнее, по крайней мере, для организма. А вот прочитать про спиральную динамику рекомендую. Это гораздо более простое дело и гораздо более подходящее для левого полушария нашего. Ну не, она популярна последние лет 20 уже на самом деле. Даже больше. Но ее можно использовать по-разному. Мне она кажется сейчас полезной. Почему? Потому что почему я ее IT-компаниям начал рассказывать, почему она полезна нам. Потому что IT-компании созрели. Они прожили много лет. Они хотят жить и изменяться вместе с средой. Люди изменяются. Если раньше все были молодые и все бежали куда-то вперед, догоняли технологический уровень американский. Сейчас догнали. Все все знают. Все все понимают. Мы подошли. Конкуренция нарастает. Нам нужно малым числом защищать свое место под солнцем. Протестуя с Юго-Восточной Азией, которая тоже догнала и так далее. И в общем приходит время для использования этой техники в нашей индустрии. Вот IT-компаниям спиральная динамика только сейчас начинает подходить. Потому что еще там 10 лет назад гораздо более простые вещи были на повестке дня. Гораздо более простые. Были зияющие гэпы, которые надо было закрывать. Сейчас уже подвымерли все дикие, неадекватные и так далее. Сейчас уже индустрия вся хорошая. Поэтому это пропагандирую. Тренингов много. Но тренинги, еще раз говорю, я их не любил. И даже сам не смотрел на спиральную динамику из-за НЛПшной способа продавать. Приходи к нам и станешь мастером спирали. Вот, ну... Ну ты всеми зарулишь, как бы, да? А нигде не говорится, что цена за это, да? Вот можно стать желтым или бирюзовым, только отрекшись от страстей. Цели желтых и бирюзовых понять очень трудно, что им надо-то в этой жизни. Они неодержимы желанием красивого уровня жизни, дорогих вещей, машин и так далее. Не знаю, в бочку посади, приживется и там хороший желтый или бирюзовый. Ну и если ему нужно решить, типа он хочет иметь семью, ему надо решить проблемы с семьей, но он что-то организует. Исключительно поэтому. Ему самому ничего не нужно. Вот это все через принцип идет еще через что-то. Это огромная цена за то, чтобы пройти наверх. Авторы, я не знаю, какие они, может они продвинутые, я думаю, что они продвинутые. Они продают оранжевыми, они консультанты. Можно разделить тех, кто использует эту технологию для получения денег, как тренеры, они просто зарабатывают деньги на том, что там воспроизводят определенный объем знаний. Есть люди, которые нанесут и пропагандируют саму идею ради самой идеи, не ради денег. То есть, допустим, вы сейчас там это оказываете бесплатно. Да. Без идеи того, что там... Я хочу, чтобы мир стал лучше, как бы, да, чтобы... Ну, вот чем это полезно для меня? Для меня это мантра, кто эволюционировал, она важна. Я вот в Питере там рассказал всяким там... Если хоть кто-то, вот вспомнив это, там, да, перестанет... Ну, как бы вот что важно? Не надо объяснять всем со своего уровня все. Вот если вы вошли на зеленый уровень и осознали, как важно сделать все хорошо для людей, не надо синему или оранжевому объяснять все через свою призму понимания. Надо объяснить через его. Это объяснение есть внутри вашего понимания, да? Очень... Как я могу объяснить оранжевому менеджеру, почему ему не надо манипулировать и нужно там, типа, работать с какими-нибудь синими людьми, которые его выбешивают? Ну, потому что это важные для него ресурсы, потому что ему захочется идти дальше, а они дотянут концы и доделают работу. Вот. Через его категории, как бы, что это фундамент твоего успеха, он это принимает прекрасно. Через объяснение, это же тоже хорошие люди, добрые, посмотри там, да, какие они есть, и мир прекрасен, его многообразие, да, и разнообразие. Как бы, ну, куда я простучусь, кто здесь, как бы, да, вот, это все лишнее. А через другие низкие уровни, через синий, например, к оранжевому? Ну, надо обращаться лучше всего через доминантный уровень. Это тот уровень, которым человек привык решать проблемы свои. Откуда у него этот уровень взялся? Ой, пытался я тесты сделать, не успел разобраться с ними, откалибровать, как бы, да. Я, на самом деле, какой-нибудь простенький тестик, ну, вот я закончу анализировать результат, я попытался, там, на Питере взять тест, который есть в книжке, там есть простой тест, работает не ахти. Вот. Я попытался переформулировать вопросы похитрее и пытаюсь их сопоставить, дают ли они похожие результаты, но не успел просто честно обработать результаты. И, ну, вот, когда этот итог кончится, может быть, я в качестве призавую уже презентацию и вывешу какой-нибудь тест, вот его запрограммируем, который позволит что-то немножко померить, как бы, да. Ну, вот, например, интересно, я придумал вопросы для мотивации, да, мотивация, она имеет яркий пик в оранжевом. А вот, например, даваемый ответ, когда спрашивают, да, в чем ты хорош, как бы, большинство дает ответы явно с намеком на желтый. То есть, социально приемлемый ответ, сейчас соцзаказ для работников, да, всем нужны гибкие, готовые работать в любых условиях и так далее. То есть, среда делает вызов к желтым, мы уже научаемся давать ответы, но все еще не мотивируемся этим. мотивируемся-таки успехом, да. Как вы думаете, а какого цвета были те два чувака, которые писали эту книжку? Да, спрашивали уже. Я не знаю, я думаю, что... Я даже не хочу рассуждать на эту тему, я еще раз говорю, что очень много всякого оранжевого везде в коммуникациях присутствует, потому что покупают тренинги оранжевые. Оранжевые – это главные покупатели вообще всего обучения и т.д. и т.п. Как бы, да. Покупатели. Тоже. Но продавцы бывают разные. Продавцы, есть те, кто умеют быть оранжевыми, да. Оранжевые продают оранжевым. И не оранжевые, тоже оранжевым. Покупатели точно, покупатели – это статистика. Продавцы, они разные. Но тренеры, они разные. Я могу сказать, что тренеров много продвинутых. Кто явно на желто-бирюзовых тонах сильно уже подсел, сидит. То есть, есть очень много продвинутых тренеров. Есть, безусловно, оранжевые, есть хуже того. Когда первый раз нам представляли спиральную динамику, из-за чего там еще на два года отложилось все, мой интерес вообще к ней пропал. Потому что из московской компании, которая пропагандировала, в Питер почему-то заехали не те, кто должны были рассказывать, а какие-то вновь нанятые работники, как бы. И представляла ее первый раз ярко-фиолетовая женщина с плохим русским произношением, как бы, да, из Азии. Вот. И как-то все это выглядело так, что мне показалось, что это какой-то бред полный, как бы, да, потому что, ну, была полная... Да, 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 да. Ну, вот я думаю, что если бы это вот рассказывал человек бирюзовый, как бы, он нашел бы совсем другие формы. Поэтичные, эмоциональные, метафоричные, да, там и так далее. Ну, в этом направлении много работает тренеров тоже, и сейчас это очень модно. Работает так себе тоже, там вот рассказывал, как... Айбес, да, это вот тот же холдинг, что Люксофт, да, то есть только это консалтингово-внедренческая компания. Организовывали обучающее пространство для себя, где все через, называлось там, чувство полета, сделали перформанс, такой пространство с помощью художников, где всех там, типа, водили, они слышали голоса, наблюдая какие-то инсталляции, им воздействовали на эмоции, вот пропустили всех через это, как бы, там. Ну, результаты такие смешанные, как бы, но, тем не менее, попытки уже делаются, да, там, красивый житель. Ну, потому что они обнаружили, что многим людям, которые являются крутыми внедренцами, да, вот руководителями проектов и так далее, да, у них потеряно вот чувство полета, они не понимают, как двигаться дальше. Пирамида ведь, ну, не то что, они ощущают застой, они делают разные интересные проекты, в принципе, денег им уже хватает на жизнь. Но двигаться вперед они могут только продвигаясь по служебной лестнице, где они должны подсидеть людей уже других и не хотят этого делать, куда им деваться дальше не ясно, кроме как деньгами мериться они не умеют, они не знают, что делать дальше, да, нужно решить их эмоциональные проблемы, им создают вот такую штуку, может быть, она помогает этому, я легко верю, как бы, просто, ну, мне труд, моей компетенции не хватит для того, чтобы оценить, хорошо это сделано или плохо, и как, тем более, я об этом только слышал кейс на конференции, я не видел это изнутри. Но могу сказать, что периодически, вот, пропирает какими-то эмоциями, что-то, вот, меняется в голове. Я, например, начал понимать живопись уже, там, сильно за 30 лет, когда сильно, там, типа, выпив с друзьями, заванчив, отправился в Третьяковскую галерею. Так меня проперло, но с тех пор чувство осталось, как бы, да. Там есть много смысла, просто большая часть его в тебе, как бы, да, в этом секрет. Как же мотивировать желтого, если он сказал, что он хочет? Это интересно, желтого, с желтым нужно разговаривать, как бы, ну, желтый любит решать задачи. С желтым надо договориться, его не надо мотивировать, да, с желтым надо договориться. Если он взялся, если с ним удалось договориться, и он видит, с ним не всегда просто договориться, у него есть принципы, у него есть какие-то там, он говорит иногда непонятные вещи и так далее. Но если он взялся, он будет нормально работать, он не будет забивать еще на что-то. Желтый забьет и отойдет, если все и так хорошо, на самом деле. Или если вы, на самом деле, выяснится, что вовсе и не хотели тех, кто просили того, о чем говорили. А на самом деле решение в другом. Тогда он может или отойти просто и уйти, ничего не сделав, или поменять тактику свою, как бы, да, это бывает. Потому что разрыв между тем, что декларируется, и тем, что на самом деле хотят люди, на самом деле о чем просят, он очень большой. То есть я вот, как бы, вот, как бы, есть компании, которые меня удивили в хорошей степени, в хорошем смысле, а есть, которые в плохом смысле. Вот, за некоторыми из них наблюдаю, как бы, вот, ну, не буду называть, но есть вот компании, да, где руководство проявляло бешеный интерес ко всяким психологическим тренингам, ходило в те же школы, где там я шиваюсь, там, общалось с людьми, и было страшно интересно, и нанимали хороших толковых менеджеров, просвещенных научного толка. Потому что, ну, спиральная динамика, не спиральная динамика, есть много разных систем, как бы, и наук о том, как это хорошо делать, как бы, и все они хороши в значительной степени. Вот, это не магия какая-то, и не единственная религия далеко. Но, как бы, потом выяснялось, что эти руководители просто свихнулись, потому что, на самом деле, у них какой-нибудь там фиолетовый экзистенциальный кризис, у них ушел рынок, а они искренне верили, что он будет у них всегда. И они просто, и они были высоко, они регрессируют и начинают искать вину во всем, в людях, в обстоятельствах, еще в чем-то, устраивают какие-то чистки, порки, и занимаются прямо противоположным тому, чему их учили, и т.д., и т.п. Потому что они искали каких-то фиолетовых инструментов, на самом деле, и для этого там уходили в поиск. Потом принесли непонятно что, и непонятно как использовали, чтобы дать выход злобе, там, вот, там, совершенно там, паническим или агрессивным своим началом. Такое тоже случалось, да. У меня еще один вопрос. Если на стене висит в руке, то вы должны выстрелить. Вот, мне кажется, на руке, которая не выстрела, вот так вот на накладе, без всяких вариантах. Спасибо. В книжке нужно еще часов пять, чтобы пересказать. Это все то, что написано про генную инженерию. Целью такого вот эти толка у меня является не продать тренинг, где я дальше расскажу некую науку о том, что делать дальше, а призвать всех почитать книжку, может быть, сходить на другие тренинги, еще что-то сделать для того, чтобы это изучить, потому что дальше нужно уже практические занятия, дальше нужно объяснять, потому что уже такой... Ну, там вот генная инженерия есть, она далеко не такая четкая и хорошая, какая присутствует, как бы, да. Но в данном случае я могу сказать, что ключевые элементы генной инженерии я уже могу сказать, да, что, во-первых, это все есть в каждом человеке, да, и вот как бы... Вот когда-то в детстве там, да, я убедился, что во многих аспектах будешь как папа. Что бы ты там о себе не думал, ты будешь меняться, твои взгляды будут меняться, твоя, там, типа, физиология будет меняться, ты будешь как-то эволюционировать в хорошую, в плохую сторону и так далее, это факт. Вот. Знание, как бы, спирали, оно показывает примерно законно, как ты идешь, да. И важный момент, что это зависит от тех условий, в которых ты находишься. Пробуждение требует наличия в голове задачи соответствующего уровня сложности. Вот это для меня главный вывод, как бы, да. Если мы хотим подвинуть человека по этой цепочке, да, заставить работать тот или иной участок, то в отличие от организма, который неизбежно там стареет и умирает, как бы, да, что позволяет там не накапливать усталость в биологической системе на самом деле. А вот в организациях не так, как бы, организации могут отпустить всех сотрудников и продолжить жить, и всякая такая организация, как простейшие там существа, они условно бессмертны, да. И организации могут двигаться по этому движению, там, да, вот, вверх-вниз, вперед-назад. А Диизис продает ту же самую там терапию организационную, рассказывая, как он двигает по возрасту организации в разные стороны. У него другой базис, немножко более простой, немножко менее гуманистический, но, в общем, примерно про то же самое. Вот, здесь в спиральной динамике то же самое. Примерно понятно, как будут идти движения, примерно понятно, на что нужно набирать. Вот мой хороший пример, да, был про дуэльный кодекс. Тот же самый элемент, да. Если видишь, какой способ перевести красных в оранжевых, только через синее, только через введение каких-то правил. Вот, а те, кто прошли через синее, как бы, да, они уже могут перейти в коллективное состояние не через закон, не через смысл, а через принятие других людей, через отношения. Вот, и понимание этой логики, как бы, которая зачастую, ну, сильно подтверждается. Есть ли прыжки через уровни? Наверное, есть. Но я вижу, что довольно часто люди идут как раз из уровня в уровень. Интересно, как коммуницировать, например, с людьми, которые уже в верхнем уровне, и ты сам для этого очень закрыт? А вот тут опять про варианты. Открытость и искренность для этого нужна. Надо им довериться, как бы, да, и они сами разберутся, что с тобой делать. Это правильно определить, что они выше. Надо определить неправильно, им довериться, они тебя доведут как-то сюда, как-то до нас. Ну, это хороший вопрос, как бы, да. Тех людей, которые ниже нас, мы можем отличить. Если мы не можем понять человека, почему он действует, наверное, он выше. Ну, как бы, может, у него есть? Нет, 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 как бы, мы говорим только про адекватных людей. Адекватные люди, да, они действуют адекватно. Есть проблема, человек действует, проблема решается. У него есть задача, он делает шаги, которые там ведут к решению задачи. Ну, никаким образом, да. Ну, условно говоря, да, вот представьте, да, вы находитесь в лесу. Вот, и в лесу вы фиолетовый. Вы читали в детстве про муравейники или шайник, полярную звезду, и думаете, что город на севере, непонятно почему. На самом деле ни карты, ни компаса, ничего нет, как бы, да. Вот, вы можете действовать этим, да, а есть человек, который знает точно, куда идти. Вот, и объясняет, что, ну, он знает, потому что знает, потому что здесь давно живет. Каковы шансы, что он вас выведет? Он знает. Ну, и хочет вывезти, то он выведет. Ну, да, нет. То, что он знает, то, что он хочет вывезти. Да, нет, по жизни, по жизни может быть все. Но обычно человек берет и выводит. Мы в нормальном мире, да. Шансы встретить маньяка, да, меньше, чем заблудиться в лесу и встретить нормального человека. Вообще, кто-то, не помню, писал из великих, да, всю жизнь занимался тем, что подавлял себе подсознательное недоверие. Ну, будить демонов не стоит, как бы, да. Вот, если вы встретили адекватного человека, который хорошо умеет все действовать, но вы не понимаете, как он добивается результата, смотрите на него, тянитесь за ним. Я вот хорошо помню, самые случайные люди оказываются такими вот людьми, которые ведут, да. Я вот когда, я сохранил очень сильное синее мышление до старшей школы, где застала перестройка на меня и все так далее. И все равно у меня все было по полкам, как бы, да. И мне было очень тяжело. И я реально напрягался, как бы, там, когда мне говорили, сделай доклад про Польшу, какая там происходит, я знал, что есть правильная идеология. И более того, она была близка мне и до сих пор близка, как бы, да. Там, ну, вот я коллективистский, коммунитарный, там, и так далее, и так далее, несмотря на определенную желтизну. Вот. И когда я увидел Познера, да, то я увидел, как он рассуждает, как он говорит о разных вещах, и думаю, какой крутой человек, боже, какой он умный. Все, я начал учиться думать так, через полгода я уже не думал, что он умный. Я прекрасно уже думал так же, да, что там Познер, я умнее в 10 раз, я могу еще круче там завернуть что-нибудь, да. Но, как бы, я увидел его, да, я воспринял, как он мыслит, как он рассказывает. И я, хопа, хапанул здоровый кусок достаточно высокой, такой вот околооранжевой словесной эквилибристики. На словах держится много мышления, много коммуникаций. Вот. Ну, могу сказать, что были еще люди, просто они не такие известные, да, кого я видел и у кого я забирал определенные паттерны, стили и так далее. Потому что даже если я не понимал, но я видел, что это работает, меня это так цепляло, что я должен был понять, я должен был разобраться. Это было той задачей, которая меня дергала. Вы разбирались, как бы, не фиолетовый, вы не повторялись, я могу разбирались, почему это? Да, 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 естественно. Естественно. Ну, просто копировать такие вещи, ну, неинтересно, что они плохо работают обычно. Ну, вот, ну, как бы, ну, что, как бы, можно ли быть успешным человеком и вести себя, как Жириновский? Если, ну, видели его на... Если вы не Жириновский. Да, если вы не Жириновский, да. Нужно очень хорошо, можно, но надо хорошо понимать, так же, как Жириновский, когда это нужно делать, и зачем это делать, и почему это делать, да. Вот это, это, ну, все можно в этом мире. Никаких запретов вне нас на самом деле нету. Вот. Ну, слушайте, давайте уже заканчивать, потому что уже катастрофа. Если у кого-то есть какие-то вопросы ко мне, то подходите, еще там 10 минут, можно что-то ответить. И спасибо всем большое. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...